здесь пошла на сайте тоже пошла для тех кто в записи смотрит во первых здравствуйте чатику отдельный привет у нас сегодня третья часть трансляции xcom 2 проходим потихонечку с сейвами без айронмена но на четвертом уровне сложности знакомимся с игрой и сейчас у нас задача надо на то чтобы доставить випа сам вип а у нас же уже гуф был один был сам вип находится вот в этой камере его еще нужно его еще нужно высвободить впереди нас ждет пак который находится вот здесь вот последний третий пак випа эвакуировать в эту зону на все про все осталось четыре хода причем сейчас ход уже такой идет типа ну это хотя нет у меня полный ход не не окончание я хочу сделать так чтобы кто-то с гренкой например штурмаж спулил пак и подержался немножко вот в том в этом углу при этом хочу чтобы так я уже могу его спулить хочу чтобы остальные заходили через эту дверь потому что здесь реально неудобно нападать всего одно укрытие остальные полу укрытия и ну и плюс нужно фланговать пытаться как-то там еще дальше дверь одна есть но боюсь я не успею туда добежать уже а мы начали заново это это второй трайп получается у нас новые роли замечательные персонажи с бэкграундом с сайта кто-то стример кто-то разработчик кто-то безумный дизайнер кто-то модератор поэтому сейчас мы вот главный редактор побежал евгения гусева не фанда это ты стример ша-ша снайпер отыгрывает аспирант это специалист по видео каналу на ютубе который недавно кстати стал отцом и бэса этаж катан кошка домашняя моя наша моя так давай подбегу тогда вот так не хочу пулит раньше времени конечно здесь боюсь что могу спулить так давай-ка вот так вот и так сделаем а ты пусть пока подождет без кто же сюда заведу поехали слышим солдатовские звуки и вот это вот не щебетание ой 3 хода осталось ну короче змея там еще может быть штурмашум да наверное штурмашум не буду к углу подходить пойду сразу под фул потому что это увеличит вероятность они уже здесь прям о я зашел ладно они должны сейчас по флангам разбежаться прямо ко мне в разные стороны это фланг это очень близко фланг к этому предположим я дойду этого мечом скорее всего будем резать будем ли делать гренку или не будем убьем ли мы все в один ход я подчеркивание к сыроу поддержал ваш канал на сумму 199 рублей 199 ты же знаешь что в игре есть контейнеры суд на этой миссии словом есть ссылка контейнеры с лутом отлично не знал короче ты использует обилку халявного выстрела из пистолета дальше стреляет из снайперской винтовки потому что с этой позиции она очень хорошо простреливать сектоида убивает сразу одну цель значительно упрощая остальной команде убийства двух оставшихся барсуков в мили мы сколько отнимет а у него же вообще бонус по мили давайте с этого начнем по нему к нему дольше пробегать аспирант режет спокойно просто режет обычного солдата и остается одна жертва на двух наших пацанов но я выхожу женькой выхожу бэской можно дроидом гарантированно нести урон скорее всего просто постреляю девяносто один процент попадания просто скрита букву буквально втоптала его в пол из тяжелого пулемета хорошо женька сейчас тогда может же дверь открыть не может два хода осталось слушай открой дверь ты капец я взлом так ну я вроде успеваю я так накосячил там же нужно успеть еще эвакуироваться потому что если время сканирования снижено навык давайте ломаем да ладно только дверь открыли такой онлак вообще даже даже 25 процентов не ладно випа освободили а кто нас за випом кажется залоки летали да а за боничем за боничем летали господи а если я не успею щас сапом ладно в зону эвакуации бегу да ладно я сейчас могу не успеть капец надо было ломать дроидом нулевого хода же мне нет блин женька успевает а мне кажется давали мобильность просто так что благодаря персональному модулю она исключительно успевает все успевают на эвакуацию но это блин на грани фола просто игра эвакуируемся оставшимися мы потеряли 1 штурмовика но он был леммингом или кажется мы специалист потеряли он тоже был леммингом в общем ключевые пацаны это снайпер тяж и вот аспирант штурм они остались до солдат потеряно 1 врагов убили 8 человек процент попадание 75 хорошо больше всего урона снайпер наносит а так больше всего аспирант хавк подобрал предметы и погиб собственно хавк а какие предметы господи чаще всего под огнем вот он собственно и отхватил и укрытие очень хреновое 15 процентов даже не полу укрытие в большинстве случаев я был без укрытия вообще возвращаемся на базу сейчас будем вспоминать вообще на чем мы остановились мне бы еще лавы лапы по получать надеюсь кто-то там с пацанов один лавы лап у аспиранта штурмаж так удар из тени плюс 25 процентов к точности и 25 вероятность критического при действующей маскировке но это продолжение перка фантом который я не беру а легкий шаг этот боец не вызывает срабатывание наблюдения или ответного огня то есть ему пофиг на овервотч и на сапресс он может бегать и резать продолжать легкий шаг это конечно не молниеносные рефлексы но по крайней мере он один сможет двигаться даже несмотря на то что будут до поехали меткость плюс 5 это за счет апдейт на оружие хавку бит увы ладно живем ядро виллерия и боневур смотрите в пиджачке такой модный начищенные ботинки уверенный взгляд легкая небритость после вчерашнего шоу матча бунич спасен инженер и разведданных получили 108 хорошо мало материалов мало материалов надо черный рынок сходить короче что мы можем сделать мы можем в центр военных технологий поставить на этом вообще ничего не делаю насколько понимаю хотя нет вот восстановление солдат может мне пригодиться подождите у меня же есть кажется специалист который требует алиска есть гринадер гринадеров у нас двое поэтому наверное не буду я короче копать надо я думаю копать нужно этим новым инженером выбора особо нет копаем центральный получим материалов 107 назначаем туда олега денисова расчищаем месяц ему на это понадобится мне любопытно еще в партизанской школе мне нет кажется нового звания слушайте мне нужно бабло срочно может быть реально слетать на черный рынок так технология расшифровка это кажется даст еще разведданных ресурсы придут от сопротивления только через 20 дней плюс еще нужно будет потратить некоторое время на их сбор и расчистка обломков давайте посмотрим что по карте у нас а через день расчистка таким да рада не забрали поставку материалов сопротивления да есть такое дело 5 дней материалы погодите и так во первых 185 да давайте вернемся заберем материалы за прошлый месяц вот здесь вот ресурсов много мы собственно сюда и при прилетели для того чтобы выполнить прервали как разбор материалов проект аватар продвигается вражески я понял собираем ресурсы два дня инопланетные объем эти как называется господи обломки расчищены сейчас по идее мы должны строить реле питания хотя я не уверен вроде уже есть это строительство давайте посмотрим партизанская пустой нету мне питания мне нужно реально строить реле питания сейчас и строить можно только здесь стартуем сейчас секундочку так ледокол у нас увеличивает скорость строительства на 50 процентов реле питания будет готова не через 24 дня через 12 благодаря ледоколу и свободных инженеров у нас нет у нас всего трое хорошо да говорят про то что инженер еще нужен бэм поддержал ваш канал на сумму 100 рублей м михаил реле питания построенные надо энерго катушкой дает больше энергии энерго катушка энергия катушка может это еще одно строение но я понял энерго катушка на запомнить короче собираем ресурсы расшифровали данные получили 114 данных это развед данных на черном рынке можно можно юзать долго вайпер даст мне газовую гранату эти радиус сопротивления кажется те самые вышки которые говорят что можно построить в странах и тогда подключение будет быстрее так собрали материалы всем доступен новый персонал посмотрим здесь черный рынок возвращаемся в штаб там говорят что доступны новые товарищи павел кузнецов снайпер братка можно взять было бы если бы было несколько я хочу второго снайпера взять тем более то капрал а капрал это какое звание опять же это кажется второе только звание после рядового смогу ошибаться снайпер 2 мне очень нужен прям очень нужен они показывают самую высокую эффективность второе горят звание давайте на черный рынок тогда слетаем посмотрим можно ли продать развед данные за что-нибудь полезное купить в этом месяце инопланетное ядро эллирия можем попродавать более ядро эллирия как видите о инопланетные сплавы тоже мне в ближайшее время не понадобится вот я и богат плюс 314 а что можно купить тогда ой какой продать купить снайпер можно купить за развед данные за 110 ускорить можно за развед данные магнитные вот это я хотел бы сделать адаптация продвинутая адаптация какой-то персональный боевой модуль боевой стимулятор нам ни к чему мы причем если можно так сказать так галерий спуск настройка спуска еще какой-то баф на оружие продал все ядра нет я оставил одно я просто не знаю когда они подает давайте ускорим радио сопротивление просто копье и как бы она сейчас текущие слушайте наверно лучше брать снайпера не за развед данные а за материалы потому что курс где-то один к двум выходит. 45 за 103. Здесь 110, а там 180. Поэтому, наверное, я братка приобрету. Здесь возьму продвинутую адаптацию, посмотрю. И настройку спуска возьму тоже. Короче, огромное количество тем я сейчас потратил. Всех сдал, все разведданные слил. И берем сейчас братка. 185 материалов. Берем. Инжа, конечно, еще можно взять. Потому что материалы есть, потому что инжи сразу сами начинают приносить деньги. Беру еще Брюса, Игоря Уткина. Главное сейчас А может быть, кстати, Брюсу не будет работа. Не будет работы, потому что инопланетные обломки... А нет, мы не можем их расчистить, да? Не можем. Игорь Уткин чистит эти обломки. Вооруженный у нас появился новый боец. Это, собственно, браток Павел Кузнецов. Меткость 79 уровень. Давайте его на овер... Я хотел как раз с одного снайпера вот Тей у нас с пистолетами, а этот будет на овервотч. Ранжевик такой хороший. Персональные боевые модули. Плюс 2 здоровья, это, конечно же, не снайперам. Скорее всего, я дам аспиранту этот модуль, для того, чтобы... Он милишник, он с дробовиком, он всегда лезет в бой. Так, а что по улучшению оружия? Настройка спута перестрельбе существует 5% вероятность, что выстрел не потребует действия на текущем ходу. 5% конечно не густо. Да и снайперу, наверное, все-таки нужен крит и точность. Это, наверное... Хотя... Ну, снайперскую винтовку еще не хочется давать на стройку спуска, просто потому, что у нее 3 патрона. И есть вероятность, что ты получишь дополнительный выстрел, но не сможешь его сделать. Вот. Поэтому я, наверное, это отдам кому-нибудь с хорошим боезапасом. Пока не забыл, аспиранту мы выдаем... Вот красный Савчик просто. Смотрите какой. Даем ему продвинутую адаптацию. У него же нет других модулей. Нет других модулей. И теперь у него 9 здоровья. Перезарядиться можешь, Данпел. Ну, я перезаряжусь, но это же снайпер, ему не хватит на выстрел на следующий. Так. Исследование идет? Идет. Три дня радио сопротивления ОК. В инженерном 4 инжа. Купили дополнительного инжа. Копаем. Реле электропитания строим. Новые контакты я установить не могу. Эти вот материалы надо собрать 5 дней с поселения, да? А больше других действий у меня нет. Нет. Хотя вот здесь еще миссия вот эта вот жёстенькая, аватаровская, кажется. Радио сопротивления готово. Мститель в целом удовлетворяет потребности координации, однако, чтобы увеличить, однако, чтобы увеличить, накрыть, нам нужно что-то новое. Появились радиоретрансляторы. Радиоретрансляторы. Их как-то можно строить в регионах. Это бронежилеты и дальнейший армор, вайпер, газовая граната, копейщик, адвент тоже что-то дает. Наверное, я все-таки лерик, кристаллы. Все технологии не могу из-за этого изучать. Короче, магнитку делаю. Доделаю ЮАР, а ЮАР не доконнектил, да? Капец. Ага, вот оно. Смотрите, мы можем вышки ставить в тех регионах, которые захвачены, для того, чтобы увеличить инком. Так, что важнее, собрать материалы или подключить... Подключить важнее. Хорошо, что вот сканирование запоминается, то есть мы можем вернуться и продолжить с того же самого места. Подключаем третий регион, но не тут-то было. Появилась новая цель. Максим Чичев, ученый, или... Много бабла. И предотвращаем одно событие. Одно из них скрыто, второе это... уменьшает количество материалов в следующей поставке. Ой. Короче, я за баблом полечу, с вашего позволения. А это кто у нас? Ученый или инж? Ученый. Не, не надо. Вышки не только инком увеличивают, но и снижают стоимость разведки новых регионов. Да, точно. Точно, мы тут тоже говорили. Короче, я полечу сюда, во-первых, потому что легко, во-вторых, потому что бабло, и в-третьих, потому что вот этот ивент, который негативный, который мне уменьшит поставки в два раза, я хочу предотвратить. Поэтому летим сюда. Сейчас необходимо взять двух снайперов точно, аспирант точно, хэвик один и пятый человек под вопросом. Посмотрим. Так, так, так. Арцтоцку пока убираю, вместо нее братка ставлю. Специалист, штурм. А что у нас по спецам вообще? А, протокол нападения. Женька, кто опытный специалист? Ну, то есть, не нулевый. Это хорошо. Мне нужно понять, кого качать. Скорее всего, Беску по... Ой, в смысле, Тей. Чтобы звание следующее получить. Убита 13, убита 13. Одинаково, кстати, у Бес. И у Тей. А вот остальные сильно отстают. 6-9, только ближайший аспирант. Хорошо, ну как получится, так и получится тогда. Без хила, с гренками, в общем. Да, Бармалей, я пока играю с хранения. Учитывая то, что это первое прохождение, не хочется застрять на нем, хочется игру изучить, хотя бы в базе. А потом уже перейти к хардкору. Да, браток хорош, у него там очки еще темные. Мне больше всего, конечно, аспирант нравится. Он подходит вообще под роль штурмовика, хоккейная маска, он псих, просто псих. Ликвидировать всех врагов, захватить и защитить передатчик. Сложность последняя, четвертая. Но челленджа для меня пока и так хватает. То есть, я и так уже второй раз. Ну, то есть, начал заново, разок. Ох, через дом пролетел. Итак, противник выдвинул силу для уничтожения передатчика. Да, такие миссии мне больше всего нравятся. Во-первых, тут инвиз. Во-вторых, к тебе никто не идет. Ты видишь, что когда там пак времени, достаточно вполне. То есть, тут вы не ограничены по количеству ходов. Вы ограничены по количеству хп у передатчика. И практика показывает, что передатчик реально очень долго живет. У нас есть снайпер с общим видом. У нас есть некая улица, достаточно большая. Дальше идет стоянка. То есть, скорее всего, вот это здание, оно будет ключевым для снайперов. И предлагаю двигаться пока в этом направлении. Поехали. У аспирантов, смотрите, какое количество хп. Как у сектоэда практически. Ага, видим гражданских, которые спалят нас. В случае чего... Вижу вышку, которую можно попробовать захватить. Бежали. Стараемся не бить окна, не открывать резко двери. Не пулить врагов. И братка надо, конечно же, качать тоже. Переходим к дизайнерным координатам. Этих ходов нет. Ограничения по этому. Поэтому поспокойней. Итак, во-первых, я хочу увидеть... Что за бонусы на этой вышке? Как мы ее можем хакнуть? Вполне возможно. Я могу сначала попробовать расставить пацанов, а потом, если будет вероятность неудачи, такая ощутимая, уже хакать. Скорее всего, так и сделаю, потому что... Женька не такой продвинутый спец все-таки. Ха-ха. Солдат получает полную неуязвимость к следующим двум атакам. Или весь... Взять под контроль случайного врага на следующих количествах ходов. Да, вероятность, конечно... Неуязвимость прикольная. Но... Это 50 на 50. И надо, по крайней мере, выйти на... На позиции. Забираемся раз. Опасно. Ладно. О, видим уже. Тут же был кто-то, я видел. ХП появились вот здесь вот. Раош, подчеркивание, Раош поддержал ваш канал на сумму 300 рублей. Руш-руш, привет. Случайно наткнулся на записи первого Икском на Ютубе. Открыл для себя Икском и Гуд Геем. Ты молодец. Спасибо. Но я попал. Что я каким-то макаром спулил... Спулил пак. И спулил настолько бездарно, потому что сейчас просто аспирант умирает. В этот, блин, ход. И там как такового пака-то нет. Два человека несчастных. Но это фейл. Это такой провал, что... Удаляй. Есть, конечно, вероятность, что... А там еще милишник, он же заберет... Капец. В общем, забей, все. Сейчас будет три этой миссии. Да я не в укрытии стою аспиром. По нему вот сейчас попадают с критом. С хорошей вероятностью. Особенно после метки. А потом еще мечник летит. Капец. Вот тебе и крыша. Вообще. Вот и залезай на крыши. Капец. Взорвали крышу на первом ходу. Я получил урон. Упал на первый этаж. Получил урон. И... вообще как кошмар это провал да но для меня осталось на самом деле загадки как они меня спалили хоть реально просто иди вперед как как стандартный и все тем более тут full cover есть тут full cover есть взял full cover есть короче это подстава я считаю так это вообще не то не так карты то ли перегенерировал я вообще другую сторону побежал я в угол карты побежал ой красавчик михаил красавчик возвращайся на то есть есть время в запасе но побежал я знатно конечно в угол на эвакуацию сразу тут тупик а змея стреляют как лучше продвигаться к вышке ломать я наверное и к ней не пойду полное укрытие 1 полное укрытие 2 полное укрытие 3 скорее всего это как раз мой клиент раз расставлю сразу на позицию что он стрелял ты нужно поближе она пистолетный снайпер мобильный дизайнер координат марсанду мобильный антарки локейшин а крыльпов а стайл с оверх я понял тихо только хорошо так быстро должна подойти получше чтобы гренки закидывать главное чтоб сейчас 2 пакет через дорогу не увидел но вряд ли вроде тихо 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 цены тихо тихо сверху еще одна змея судя по всему хотя это может быть сектоит во первых что хорошо этот ход мы уже можем инициировать например с гренкой хорошо что есть хороший дистал отличная дистанция на самом деле вот единственное что я бы поставил спиранта вот так наверное поближе чтобы не флаганули есть пацаны хорошо стоят overwatch 1 overwatch 2 overwatch 3 overwatch или все-таки оставить его чтобы он с мячом не он не сможет уже и выстрел из гренки всего два человека должны забрать вообще не на изичах просто на изичах один снимает 34 четверо стреляют без штрафа overwatch поехали громко хлопнул да разбежались бух встрепенулись первый пошел второе пошел обнаружение раз два снайпера первыми стреляют браток мажет ох хороший выстрел отей попадает еще женька минус 2 и лут выпал отлично да я я молодцы так у бески кажется мобильность хорошая поэтому она пойдет вперед но лучше сейчас пол хода блин не тратить потому что мы виняют потому что есть шанс что я на пол хода с пулем что мирные какие-то вообще меня у меня не очень расстраивают они теперь против так шкода берет вот последний ход у вас пулили видите а если бы я побежал вот на полный ход в тот раз автозаряжение улучшение даст ограниченное количество мгновенных и две подвижности плюс 15 уклонения 2 персональных боевых модуль и которые дают как полу укрытия мне кажется это халява просто просто халява ну представьте просто средняя точность у врагов 75 85 укрытие полный минус 40 еще модуль даст 15 то есть ты снижаешь практически в два раза под полным укрытием вероятность попадания по тебе а уклонение шанс получить меньше урона это не защита а это как у змей да типа сокращение урона не шанс ой капец тут посерьезнее пак два милишника и змея разбежались хорошо очень хорошо разбежались гады браток с общим видом видит всех троих вероятность не очень хорошие 65 процентов здесь скорее всего придется уходить совсем уходить потому что потому что и змея будет притаскивать и эти будут бежать вперед я больше интересует как каким образом в принципе их не подпустить ко мне на этом ходу потому что бэск это не справится но хоть по мобильности хороша но она не добегает ее наверное наверх вообще уведу что это лучшее по соотношению дальность плюс укрытие место до женьки предположим дальний точно не добежит я думаю что тоже нужно отходить на шаг может быть имеет смысл сейчас персональный модуль защитный протокол защиты помощи сделать на бэску потому что ей там будет хуже всех у нее будет хоть бонус на десяточку по защите от разницы в уровне но базовая защита будет только двадцатка поэтому лучше двадцатку и накинуть соответственно я кидаю протокол помощи на шкоду сейчас самый опасный момент выходит смогу я еще отступить на пол хода но это еще под вопросом возможно стоит сконцентрироваться на овервотче смысла пабло кузнецову стоит на овервотче нет лучше стрелять и приоритетная цель это у нас ну змея конечно на змея и дальше и короче говоря она она под полным укрытием попробую стрелять по тому по кому могу попасть неплохой вероятностью более только поэтому смогу но там крит зато если он попадет то может критануть 40 процентов убить на 65 на 40 браток мажет как нельзя не кстати ты не может применить способность руки молнии за да но может дальнего также с критом и наверное это правильно все таки потому что надо снимать человека 6 без крита но урон хороший зашел двоечка пока осталось в принципе можно было бы попробовать запустить протокол нападения от нефанды и гарантированно добить дальнего но но нет тогда ко мне добежит ближний что по поводу порезать если крит не сработает змею не добьем еще сапресс есть еще гренка сложно сказать лучше конечно гарантированно добить этого но я боюсь что добегут до нефанга но наверное все таки это правильным движение на этот ход сделала две важные вещи она прикрыла бэску и нанесла гарантированный урон по милишнику уже неплохо этого явно недостаточно повышение зарабатывает за этом к аспиранту отдельный вопрос не надо за здесь за укрытие точно здесь тоже видимо за укрытие может быть овервочность не хочу еще с мечом лезть я никого там с мечом не убью плюс есть вероятность пулить еще один пак и этот скорее всего побежит куда-то сюда то есть нужно прятаться скажем вот так и делать овервоч простые все ну или стрелять на стрелять может гренку кинуть да конечно да кинешь гренку но выстрел особо ничего не решит хотя ладно давай стрельнем 50 на 50 разница что так штраф 20 что так штраф 20 не принципиально что-то случилось ох очень повезло промахнула змея с с языком захват не удался и это прям очень круто главное чтобы этот еще серьезный урон а он успевает все женька раненым сильно раненым без светошумовых этих сложновато контрить надо было брать светошумовые очень подкрепление сейчас придет здесь нужно фланговать ну или просто машину взрывать но укрытие не уйдет аспирант должен лезть с мечом по ну короче он должен сюда лезть просто делаем выпад 94 у него бонус плюс бонус еще по змее просто уничтожает как вы видите ну и плюс я еще практически гарантировал себе что так 639 руки молнии что подойти и нужно той позицию менять любом случае потому что сзади будут будет десант поэтому надо перегруппироваться я подхожу так делаю выстрел руки молнии халявный выстрел из пистолетом раз три хода и смогу еще разок из пистолета выстрелить насколько я понимаю датка есть добро здесь наверно лучше гренку кинуть просто потому что риск здесь же не надо добивать если не добьет то то плохо всем а что у нас по вероятности из ориентации ясно есть молодец убила все убила 71 процент тут братка я хочу с одной стороны да у вероятность будет так а здесь то как я же машину взорву она не взорвется или гренку оставить давайте оценим вероятность попадания с фланга бэскета товарищ опытный там должно быть 90 плюс сто процентов и гранаты не нужно видеться как ловец надо не справилась все равно тут сапу это должен нужен был штурмовик сейчас нужно подготовиться к подкреплению вот она прилетает в таком составе любопытным офицеры два лембинга у меня сейчас будет один ход овервотч от братка я слабо верю что попадет у него точность 78 где-то поэтому на овервотч это чуть ниже 60 так мы здесь передатчик держится тут флангуем плохо что аспирант далеко не может помочь и у братка тоже беда то есть он перезаряжается по любому и кидает гренку ничего более полезного сделать не может чем ему нужно кидать гренку вот в этого товарища потому что он его флангует следующий ход укрытие сняли он там не загорелся случайно нет нет не загорелся так тут можно гарантированно урон нанести протоколом нападения но кажется что надеюсь несколько по-другому тэй 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 не то ну по этим самая большая проблема сейчас это вот эти пацаны которые за фулка время стоят улыбаются либо сносить гренка выстрел еще причем приоритет это именно офицер давайте подведем аспиранта глядишь он со своей позиции сможет докинуть гранатом сможет а нет сможет по одному сможет и поэтому сможет мне хочется и укрытие за задеть укрытие в таком случае не задевает точно никак точно никак но он с той позиции видит кого-то и это неплохо хэвик также может кинуть гренку но он сверху может и пострелять то есть тут вопрос вероятности и целесообразности ставим пока ее так давай начнем с базы первую брать фланга женьку почему братья таким образом чтобы сложнее было бежать она ориентировочно идет сюда стреляет предварительно по этому товарищу или кидает гранату один мне надо надо ты оставить на выстрел потому что она как раз после снятия укрытия с этого может его легко ваншотнуть поэтому лучше стрельнуть вот так вот 93 единственная кого видит хэвик кстати бэск стреляет очень сурово убивает раз далее женька кидает гренку снимаю укрытие вот таким вот образом ориентировочно после этого снайпер без укрытия наносит ну попадает и убивает даже без крита что главное хотя 76 блин ё-моё с чего это вдруг 76 дальность оружия снайперская винтовка мне боком вышло можно конечно гренку кинуть 76 потому что никто кроме они тоже мог докинуть гранату до него я помню ты мог помню помню не надо обманывать меня а это покажение не появилось поле зрения капец а саму же задеть только этого беда беда гранаты снайперы я могу не убить вот в чем дело а если я сделаю гранату смогу я поставить на пистолетную веру оч не смогу сейчас идет аркада 76 процентов давай с богом ороша как его унесло то если отойти и стрельнуть ну и снайперской винтовки нельзя стрельнуть с шагом так здесь я хотел бы либо кинуть гренку сразу чтобы он отошел но я не достану либо просто пострелять пострелять чушь давай на overwatch с богом третий пак продолжает стрелять передатчику который я по идее должен защищать но сейчас другие задачи стреляют по братку full cover все дела все хорошо хорошо того мы вырубаем просто милишником а остальными перезаряжаемся и и занимаем позицию под ну готовимся в общем к следующему выпад 94 до свидания хорош хоккейной маски такой топич просто просто топич так стрельба была из дальнего окня окна за этим домом да то есть мы теоретически подходим вот к этой машине раз ориентировочно к этой машине тоже full cover 2 попутно перезаряжаемся можно выставить братка с общим видом и он он не справится с крыши не будет видеть из-за крыши здания так перезаряжаемся перезаряжаемся светошумовая нужно было надо светошумовую давать штурмовику и не париться тогда когда милишники будет появляться вот не будет ситуации что они через два экрана до тебя добегают и ты гарантированно ранение получаешь потому что них та же самая вероятность что у твоего штурмаша с мечом там 88 90 процентов ничего хорошего у тебя есть хилки нет нет они уже и конечно помогли бы так увидели подвести аспера перезарядиться время в запасе есть много времени в запасе есть торопиться не стоит ни в коем случае правильные позиции снайпам на правильной позиции штурмовик опа сейчас пулем пак вот поэтому не надо было торопиться потому что они же там тоже перемещаются сектоид плюс два скелета побежали овервотч и есть там три штучки кажется у меня на пистолетный правда у снайперов попадает дженька на 5 вообще молодец еще овервотч от снайпера без нет это беска стреляет да ладно мимо стей бах три но промах один хит остался у сектоида но мой ход есть гранаты снимаем стеночку тут два милишных блин тут два милишных тут даже не сектоид важно важны два милишника черт возьми боли на 5 они сектоид не стак страшен как они короче надо взрывать ориентировочно ближний плюс укрытие дальнего как так но к сожалению я смогу нормально стрелять только по вот так пошла первая гренка три хита у одного укрытие у второго осталось 6 но и проблема давайте подумать ты надо уводить за укрытием давай по-ближнему пистолетные руки молнии 3 попало молодец этого мы гренкой можем снять кстати той же самой тэй если бы я был в укрытии а нет я и так могу снять уходим тогда так и гранатой докидываем этого минус один уже хорошо черт часто и могут раниться тот же скотина может прибежать что же я творю то протокол защиты на нее как вариант овервотч здесь потому пострелять и снайперской на протокол защиты на той нужен два урона можно нанести тому гарантированно и тогда под овервотчем мы его можем снять но хотя какой смысл снимать его под овервотчем если у нас у него полу укрытия я делаю ставку на братка 50 на 50 но это вообще ставка такая белая черный просто то есть черный красный ну все в общем мимо и получается он в любом случае добегает аркада пошла ну я не прав что там такое вообще сектоит парень когда я зомбаря поднимает ну то от него от него особой угрозы нет кстати машина горит он же взорвется следующий ход зомби пропускает ход а вот эта скотина она же она же жесткая уже бежит овервотч это дробаша забей и он бежит не на того не на 3 скорейся женька убьет простые все бойца нет мимо говорим короче у меня нет контры к собой к этим мечником понимаете их контрят свето шумовые сокращаясь и точность и скорость перемещения а если если нет то до свидания блин это не тот цель или с этого сыграть давай с этого попробуем были тут вообще варианты какие-то ну на шаг отступаешь делаешь everwatch все же могут на шаг отступить сделать everwatch все могут но отступают тогда это раз все он добежит и скорее всего капец это 2 это 3 это слишком близко давай тогда на фул килограммов помогает говорят ну у тебя как-то момент не может быть килограмма потому что ты только двух безликих убил одного на исследование а два других нужны для гранаты как она поможет почему из-за одной царапины я почему из-за одной царапины там ранение у специалиста на 4 и все хиты сняты у снайпера топового ребята это не хардкор там и ла-ла пишет два ранения лон хардкор сейчас не хардкор сейчас первое прохождение пусть и на максимальном уровне сложности но с сейвами я не говорил что буду на айронмене проходить сразу наоборот говорил сразу буду проходить сейвами что за детский сад то а игра то не простая тем более информации нужно больше для того чтобы лучше понимать я понимаю что все чемпионы как бы куда ни глянь но я еще не готов так добиваем гарантированно женькой прикольно отступил и они согрелись на квестовую штуку написали что оглушение щеглянды против битву копашную смысле светошумовая про них и говорил я в курсе чуть ближе подходим под овер далековато давай тобой перезарядимся ты подходит спрант подходит и продолжаю там стоять вижу но к сожалению нет но это поправимо странно что не так отступили так давай понемножку не будем вижу на нет нет вижу это да ладно ты подводим освобождаем места остальным время у нас есть торопиться не стоит тем более откатываются обилки типа атом зарядов не осталось да нехорошо нехорошо давай выходим что-то они как-то странно вообще вот все верующий пошел сделал все-таки шаг получил мимо на стеночку снял сейчас вижу должен быть пятерочку с дробаша снимает аспирант очень хорошо давайте давайте ребят нам еще верующим очень писал поддержал ваш канал на сумму сторону браток отличные стримы по x чем спасибо тебе сожалению меня их спам 2 разочарован ожидал большего когда готика готика не ближайшим ну не ближайшее будущее так давайте попробуем кого мы там ты хотели прокачать да а чё так чё так плохо всем потому что full cover да мы проходим там нет overwatch им поэтому можно спокойно да какой осколочный граната 44 давай тогда осколочный ладно а мы было же только что было было я видел было нет вряд ли это скорее на второй этаж было окей пару раз можем выстрелить из пистолем это раз второй раз можно конечно можно отлично вроде все три пока плюс десант еще был ну ранение получили специалистом женька причем на повышение еще получила это плохо но надо знать что к моменту появления милишников нужно обязательно затариваться светошумовой обязательно или просто дико каятить милишников но дико каятить милишников вы можете тогда когда миссия не на время как сейчас то есть ты можешь отступить на полу хода на ход и пофиг а если тебе нужно вперед бежать и там люди с мечами понятное дело что их нужно убивать здесь сейчас и отступление это не вариант сейчас попробуем действительно 1 инжа скинуть на быстрое лечение повышение только у женьки протокол блокировки скорее всего против роботов мы хотели ранение на 21 день господи самое главное еще подвижность уклонения получили и материалы получили так центр военных технологий да нет это переучивание ускоряет восстановление вот мне нужно кого-нибудь из инжей взять с расчистки например игоря уткиным и направить его в центр технологий ускоряет восстановление солдат у на сто процентов установку ускоряет на сто процентов 11 дней в два раза реально бах и все даже больше чем в два раза там 24 не было вроде так давайте сразу же попробуем в инженерке сделать светошумовую 35 материалов такая халява у меня уже было светошумовая я 2 сделал василий так удалось достичь определенных успехов участники сопротивления представляют счет об активности 5 дней награда боец перестрелка какая-то мне нужно да присоединять юар на мой взгляд юар да присоединять еще на проверить исследование а уже делать с магнитка так юар 3 2 1 есть теперь три региона базовых подсоединили материалы будем получать ох тут вышку можно запилить его мое но это все время так а тут бонус какой ва банк увеличение объема поставок сопротивления на 20 процентов а и радиоретранслятор еще нужно построить да еще ячейки для радиоретранслятора до магнитку ускорил вроде да куда же ты полетел куда тыкнул то вообще магнитку я ускорил но почему-то она все равно чуть медленно как-то не нравится нет реле питания сейчас будет готова и мы попробуем сделать понеслась террор такие вещи нельзя игнорировать эту проект аватар получит халявную единичку еще ну что друзья мы без специалисты идем сюда но на этой миссии нужны люди другого улана есть нужны снайперы штурмовики хэвик безликих резать урон стабильно наносить поэтому скорее всего я ставлю хотя свето шумовую одну возьму для штурмовика магнитку горит не ускорял а я вышки ускорял это провал так два снайпера тяж два штурма нормально артсовский может что-нибудь дадим шанс на доп действия дробевику конечно хорошо подходит пока не будем еще есть два персональных боевых модуля уклонение вроде как тоже штурмашу нужно но у него уже есть персональный боевой модуль так а у это есть до персональной мобильность есть давайте артсовский дадим потому что снайпером ты зачем уклонение не сканер боя зачем тут на терроре паки видны ну то есть ты знаешь где умирают мирно и знаешь где находятся паки хотя чтобы чекать безликих учитывая обилку может быть он и понадобится на самом деле я наверное тейки возьму потому что у нее все равно граната ночь очень редко нинтриз поддержал ваш канал на сумму 100 рублей здравствуй миша ты не против если я дам совет с небольшим спойлером нет касается псионе в смысле против произвести давайте сканер возьмем боя 1 и дадим тейки сканер боя в теории должен мне помочь выявлять безликих которые могут появиться как в прошлый раз просто перед носом поехали тут браток должен настреливать неплохо правило если это террор то строение минимум огромные пространства то есть ты загоняешь человека на возвышение которое доступно в самом начале и он начинает стрелять жалко что у арт-тоски так не получится потому что она по-другому выключена нужно спасти как минимум 6 гражданских безликие появляются либо если ты к ним близко подходишь либо когда все линды на терроре убиты понятно надо держаться мирных держаться подальше от них так какая-то странная карта на такой еще я не был что тормозим какая грязь какая-то база была все горит вижу что со старта возвышение нет ой-ой-ой тут еще горит поверхность на крышу хрен заберешься тут мирные близко не хочется идти спасать даже на эти две вышки то можно забраться там же есть полу укрыть а это вообще без укрытия возвышение тогда туда не стоит идти придется видимо брать левого руля и идти куда-то сюда потому что здесь деревья кактусы кроссоверы с этими с ну с полным укрытием поэтому скорее всего я пойду именно туда эх с богом хреновая позиция так павел кузнецов он нужно сразу выводить на позицию чтобы он простреливал это дерево не подойдет потому что он не сможет справа стрелять то есть по идее вы сюда нужно сразу вести а то и дальше ты к должен должна тоже в рядом держаться учитывая особенно с прокачки ну и в общем-то катан тоже дождем ход мне не надо ждать вот давай еще на пол хода подходим нормально никого не спорили да ладно как ты увидел это господи откуда там бронирование это мутон уже пошел капец я попал просто жесть блестяще как сказал бы соник блестяще полу укрытие полу укрытие это забей я надеюсь что меня мирные спасут феликс поддержал ваш канал на сумму 100 рублей о феликс пятый раз спешу до каком-то отправим же с рели на расчистку тебе не надо его ускорять пока так как нет слотов под постройка крышечка крышечка мутон такой здоровенный капец мне тут полу укрытие вообще да это дичь вообще как вот надо контрол реально юзать для того чтобы маршрут прокладывать чтобы даже если ты в одну клетку в одну клетку прошел ну короче чтобы не заходить на другие клетки иначе этот приводит вот как раз к таким вот гуфом нелепым блин чё браток здесь стоит мутонов тоже видите плазменные винтовки ну против верхних как раз светошумовые нужны здесь земля горит или не горит не показывается что горит давай слева full cover поехали спалили не очень кучно встали светошумовую кинуть могу без к подойти может такая тут вообще близко да светошумовая нужна вас просто обязательно обязательно причем светошумовая насколько понимаю попадет по всем троим да отлично это то что мне нужно но для начала нужны подойти подойти ли до подойти бэской боюсь я просто ходить под но здесь вроде не горит ни черта то есть вот они не показывает что горит что показывала же раньше тогда тем более не хочу подходить таким образом к стенке ладно там стенка горит она же не горячая правильно ориентировочно сбиваем арморы укрытия мутона это а дальше никак там дальнего например задеть можно 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 так да пожалуй это идеально беск стреляет у нее есть аффикс на уничтожение брони минус бронь к минус укрытие у мутона и кажется у того тоже укрытие сняли ведь он стоит типа хотя нет а ну да для кого-то он будет без укрытия светошумовая да но потом опаснее мутон правильно он жесткий как он бронированный там 533 да давай по мутону бах крит на 7 брони 1 чуть не убил пашка в общем то мы можем тей убить мутона 1 ой там армор жиж господи точно даже учитывать его всегда хочется подойти но боюсь что загорюсь лица брони всегда сносится бы взрывом даже гранатой я понял давай с пистолета чтобы не тратить там точно с практически не снижается готова ты убила мутона здоровенного здесь пошла все равно светошумовая потому что мы помним что делают эти милишники светошумовая снижает точность два раза и мобильность два раза где-то вот так приблизительно ричард стоцка милишник тоже должна подходить может даже фланганет 1 69 давай молодец без крита но зато 4 урона нанесла все отлично вот небо и земля прошлый ход и этот ход а все потому что укрытие нормальные светошумовые есть сейчас они ничего не смогут сделать еще то есть они не добегут до меня они могут стрелять о мирный живи надолго снижает на два хода насколько я помню у дроби дробевиков стало значительно меньше штраф стал меньше штраф из-за дистанции то есть они реально тут работают ну не как винтовки но работают они из них можно попасть эти бегут там везде хотя полукрытия здесь не попал раз там точно где-то 12 18 вот так вот где-то но зря я конечно подвел под полукрытия по той стреляет все мимо все мимо ох ты это ты отвечает из пистолетом на тебе она что действие на каждое отвечает прикольно то есть ее можно вообще подставлять вперед кидать на нее какой-нибудь дым чтобы по ней все стреляли но не попадали и все я бы порезал если бы был уверен что там дальше никого нет а учитывая то что там дальше пара паков я сначала попробую убить дистанционно браток 55 может зря его не качай над было ему надо было гренку сюда кидать это же видит 1 но не нравится мне этом и гренку не хочу тратить лишнего лишнюю там всех не напасешься ладно допустим товарищ арцестоцкая идет сюда проверим сейчас пулем пак или нет не спулили значит режем можно рискнуть аспирантом на самом деле но уже не стоит то есть вот им как раз бежать с мечом не стоит а лучше лучше в этого кинуть гранату вы простите но другого выхода надежного я не вижу в данной ситуации его сейчас можно было братком добивать точнее нужно было стрелять братком только после этой гренки неправильные подсчитал тут но догорел догорел просто догорел опа понятно где еще два пока причем здесь обычный пак солдат побежим сейчас туда сейчас побежим 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 побежали раз ох риск 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 паш стоит хорошо для овервочем нет ты же еще можешь так давай так 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 и так не помню где мирного убили пока эти живы чисто теории как бы все ок вы бы знали как я не хочу склады рискуя 5 рискую рискуем перезарядись лучше пашу 100 лет номер 8 вообще ни к чему ясно не за строением еще убивают между прямо с угла строения что по мирным то там осталось уже 5 5 человека где-то бьет 4 4 убили окей то есть я увижу и где-то здесь то есть я их увижу вот уже сейчас работаем чего не работаем не забываем про безликих так братка я лучше сюда переведу потому что придется мне потом с той же позиции сражаться 9 гражданских осталось 9 почему торопиться нужно ну живи промахнулись молодцы там два солдата несчастных скорее всего ну и здесь еще пак что безлики что ли опа минус 2 черт я медленно двигаюсь медленно было бежать быстрее капец так беска бежит опа что-то нифига не а вот ой-ой-ой там еще один пак как бы сейчас два пока не спуливать и и и и и и и и исполнил как же не стоят под гренку хорошо светошимовая далеко а светошимовая одна была дурында понятно самое интересное что я кайт не могу то есть я могу сказать но скорее всего погибнет еще один мирный и это будет уже провал миссии поэтому мне нужно сейчас сделать и так чтобы верхних не спулись так приехали нормальных укрытий нет цеплять будут вот я в открытым полем они надо отступать раз по крайней мере на одну линию выводить пацану а тут полный укрытием это 2 аспирант аспирант ханкер может не помочь мне сюда уже за укрытие опасно потому что я спулю скорее всего этих двоих мне нужно как-то принять нельзя подходить ближе милишники надо сейчас ловить на овере всеми всеми ловить на овере и аспиранты соответственно подводить как-то сюда добегут добегут скорее всего с богом пацаны работаем мирного бьют а нет ой безликий точно если ты пробежал мимо мирного а он оказывает он не убежал то это безликий это капец и еще пак а я я я я я и офицеры 2 милишника я в шоке просто это такой фейл овервотч срабатывает не на тех два промаха только ты попадает на 4 в результате 2 пака плюс безликий это просто капец попадает сейчас правда артстотска на шестерку змея ой промахнись промахнись утащили бэску задушили бэску сейчас ее будут раз хотя нет просто нереально это ответный огонь ведет надо короче бежать быстро но пробегать минус мирный внутри скорее всего потому что я по мирным запарюсь даже если с этим как-то чудом справлюсь что крайне маловероятно этот же что вы можете успеть подбежать мне не успеет слава богу безликий это еще одна вообще жесть да как у него запас три клетки мирных надо обходить стороной даже если сейчас знаю про безликого кидаю сканер типа его выявляю я все равно по мирным не успеваю вот в чем дело то есть я должен бежать тупо бежать пулить этот пак быстро его убивать не пулить правый при этом да это ужас просто просто форменное безобразие павла кузнецова до сюда мирного гренкой надо думать о том что будет когда ну эта ситуация что не повторилось то есть сэйвами то понятно ты знаешь чего ждать а как сделать так чтобы то есть нужно выработать какой-то универсальный шаблон который тебя от таких ситуаций уберегает первый вариант просто не подходишь к мирным и все то есть ты просто на терроре идешь 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 и стараешься по одному паке по контуру собирать а к мирным даже не подходишь просто их аккуратно обходишь это неплохой вариант на мой взгляд да дан был я в курсе про сканер боя все всего два сканера на минимум шесть мирных давай полей их плюс у тебя времени тупо может не хватить на то чтобы тебе лучше их убивать в конце пусть только ты убил паки потому что у тебя ограниченное количество времени из-за того что мирных бьют какой смысл убивать безликих во время когда убивают мирных за ты рискуешь миссию провалить если это можно сделать потом ну сообрази логика простая опять же если есть сэйвы то все все отлично ты как бы исправляешь ошибки перепроходишь чемпион но если брать игру без страховки то сканер вообще не нужен против безликих на таких миссиях полить не полить надо подходить славим но не вот здесь 8 мирных осталось уже а вот он как ты даже к нему не обязан подходить в общем жесть просто жесть и это сразу минус да блин ну и че делать бсп поддержал ваш канал на сумму 100 рублей бойцы и сопротивление выражает благодарность современному за новый смайл товарищи арсенский глоры да что ж вы мажете то ну это риа снова потому что безликие сейчас ходят эти-то трое ладно хрен с ними разбегутся в следующий ход смогли бы разобраться к этому гореть еще сейчас будет но с безликим что делать он прямо сейчас ходит прямо сейчас бьет да иди ты к черту вообще ладно если сейвами то бог с ним бог с ним справимся но как блин как блин если без то есть вот стоит безликий он может быть одним из любым из там шести-восьми человек которых ты должен спасти использовать сканер для того чтобы полить снайпом а как как тебе двух сканов хватит ну хотя можно взять четыре скана то есть каждого мирного ты каждый там парочку будешь проверять еще и при том при всем тебе нужно еще убивать три пока и спасать мирных это капец просто капец короче я буду придерживаться планы мы не подходим к мирным пока что еще не подходим к мирным идем просто и собираем факт а чё и рвочный поставить не понял почему а преграждаются по вам путь я понял давай тогда вот так вот а ты тоже не можешь и вернуть вы даете нет я даже близко к нему не подходил я уже держусь на расстоянии семь восемь клеток от него здесь он может не успеть добежать тупо по мне так что может и удастся она посмотрим как этот ход закончится браток попадает хорош ты из пистолета попадает мне не попадаем аспирант попадает на 4 офицер минус сразу же а где эти нивишники хороши багается анимация в рвоч если нажимаешь спам релода овера помогает escape понял и он добежит 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 и ударит а тут такой сплэш будет подержал ваш канал на сумму 100 рублей Михаил приветствую хотел спросить когда будешь играть в овервач там очень много нового и интересного и хочется как в старые добрые поиграть в пати уже провел 11 часов в овервач я вчера пару часов поиграл в овервач там действительно много чего добавили но в ближайшее время давайте сканер юзать тогда чего чтоб делать сканер дает неплохой рейндж на самом деле посмотрим как выглядит айон ходить то он будет не будет да это шанс болен ну тогда нужно на миссии просто брать два сканера вот просто обязательно террор ты берешь два сканера чтобы у тебя было четыре заряда и чтобы ты мирных вот так вот по парам просто мочил ну смысле выщелкиваем нас будет сейчас ход для того чтобы нанести ему урон и получится кого нам нужно качать ты наверно нужно качать а здесь пистолет она не добьет и попробуем с дробаша побить еще голову из дробовика на 8 хорош так и чуть подходим так 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 и беска тоже побежала ну да но представляете я два-три раза похоронил бы команду этот на аэрон мэне играл бы никто не попал на увере из двух светошумовой у меня нет а здесь кстати да ну и хорошо все таки пистолетный снайпер наносит приличное количество дамага сейчас надо быстро избавиться от этого пака а потом соответственно бежать спасать два мирных запасе есть гренки впереди впереди есть надо пробовать ааа и тут мили и тут тоже мили в принципе можно порезать но после гренок браток не попадет беска может обойти пострелять артстоцки придется видимо гранату кидать только вопрос куда кайтить я не хочу их на дальнего видимо нужно этого мы беской обойдем критонем по кому-то гренка плюс снайпера по третьему сможет два милишника поработать например как-то так ладно в общем вот так вот кидаю гренку сначала убрали укрытие попробуем с общим видом с братком попасть да только одна маленькая проблема другого увидел ой какой фейл просто фейл приоритет конечно на на двух милишников причем я должен их с дробаша фигарить а не с этого ну с мяча я потратил здесь гренку все вообще не так сделал все все что можно сделать не так я сделал не так видимо надо подходить так потому что никто фланговать кроме не сможет пошла аркада давай заноси еще крит 40 всего ладно ой не ладно еще даже с критом не убили так приплыли е-мое ну этого мы ваншотим и надо ваншотать главное сейчас змею справа не спулить эспирант молодец дальше скорее всего руки молнии на этого вероятность невероятная практически поэтому лучше я вот так обойду будет должно быть лучше 98 другое дело 98 по одному баааа лут можно выстрелить по второму еще и с пистолетом настройка спуска и модифицированный повторитель если улучшение установлено небольшой шанс что поддание мгновенно убьет здесь здесь к сожалению ни черта нет у меня осталось только два снайпера один из них с пистолета даже если попадет то не убьет один хит остается но сейчас надежда на самом деле только на братка что враг начнет двигаться учитывая то что его обошли и на овервотче браток в него попадет с вероятностью там блин 50 на 50 да ладно нет нет не туда овервотч видите как ну хоть попал а так бы он того убил если бы эти не спалились капец мелкого солдата сразу убили но вот что с этим делать он же будет стрелять у меня в полуукрытие перезаряжается вот граната что ли что ты ругаешься почему у тебя патронов нет а он на мирных патроны потратил да ладно точно вот как как не везет надо считать еще выстрелы надо считать выстрелы на терроре от врагов вообще круто это прикиньте как продуманного это ж топич просто просто топич тридцать один двадцать девять семнадцать жесть тут кто угодно убьет мне больше интересует как мы с этими сражаться будем наверно надо выкатить милишника встать за фулл кавер ну все уже мирных мы типа спасли уже то есть уже будут убивать скорее всего меня бэск стреляет девяносто один девяносто один ё-моё да вообще не очень да мы убьем то мечом не в этом дело я просто хотел давай аспирантом тогда сюда не нужен нужно все таки вот так вот из дробаша вероятность выше тупо так окей остальные должны типа ждать когда милишник выйдет то есть мне нужны овервотчем мне нужны фулл укрытием здесь точно овер или не точно не можно типа перезарядиться не овер 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 и с богом все под фулл кавером два человека осталось овервотч 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 наш срабатывает у снайпера с общим видом браток стреляет промахивается ну тот побежал вроде в мили еще овервотч а из пистолета тоже мажет не должно добежать с дробовика артстотска пять хитов но он все еще бежит блин неужели добежит капец да ё-моё вы а мирный пожалуйста мирного одного еще можно так перезарядка кого нужно качать да и нужно качать хреновый шанс из-за того что винтовка ну ладно попробуй такая серьезная да я бы к змее побежал если бы не овер это вот а мы здесь добьем никуда он не денется а может и денется может сапреснуть его берка поддержал ваш канал на сумму пятьсот рублей для полного веселья не хватает крисолидов правда? да крисолидов не хватает пошел сапрес там игру воча не хочу лезть блин а может аспирантом реально пробежать ну в мили пробежать аспирантом на него ж не действует овервотч у него легкий шаг но он тогда подставится под полуукрытием но зато гарантированно спасет Тей хотя не подождите у нас же есть снайпер который подходит и делает овервотч пистолетным чё это плюта может он даже постреляет из пистоля он может пострелять из пистоля да лучше сделать пистолет, ну хотя нет 55 а гренку не докинешь случайно? жаль, очень жаль ну ладно постреляй 50 на 50 браток хорош остается только змея 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 патроны заканчиваются один мирный в запасе я наверное пойду уже аспирантом таким образом чтобы в следующий ход иметь возможность ворваться на него тут ханкер лучше тут овервотч смотрим на змею ползет овер срабатывает риск есть ей хватит на ход на выстрел фулл кавер стреляет по фулл каверу а травит и минус мобильность я не ворвусь это очень плохо это очень плохо это очень плохо я не добегу до нее даже учитывая сокращенную дистанцию хотя этим добегу давай выпад побежала артстоцк с мячом 4 хита минус да гренка там есть можем аккуратненько попробовать снять а не добежит 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 до вайпера 94 добежит аспирант до вайпера ооо вот и безликий 2 что делать он добегает блин до аспиранты черт кажется добегает афирматив 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 твое жениц афирматив это провал если он добегает это опять аркада надо клетки считать ну хотя какие клетки считать может он на мерного побежит нет не на мерного афирматив срабатывает оверхэвика беск стреляет мажет а не не добегает а чем так медленно срабатывает овервотч пистолетный а не не пистолетный это и стреляет из винтовки на овервотч один промах как он бежит а стоять стоять я сказал так лапы тут не показывай мне угрожает ща мы его двумя милишниками спокойно спокойно ребята там яд действует хотя на бойске уже не действует ну что режем товарищем на на качать нужно тэй 88 попадет убьет мне бы как-то сократить еще количество давай снайпером и с пистолем попробуем выстрелить ну так чтобы подровнять немножко а подровнял что ж ты делаешь давай у тебя же руки молнии есть 1 78 раз даааааааааааааааааааааааааа делать было еще один выстрел снайперской винтовки ты убей просто убей просто убей все миссию выполнили с 4 4 раза ранение есть сложно конечно процент попаданий 80 больше всего ровно аспиранта больше всего так тэй бонус укрытия новый рекорд как только 32 ты какая-то очень хмуро смотри улыбается после миссии самый хмурый аспирант или самый веселый ты замазки не поймешь ох мне бы звание снайперу мне бы звану вроде бы не было да никто не получил ничего ранение аспиранта у бески о смотрите а повторитель до 10 процентная вероятность уничтожить цель вне зависимости от уровня здоровья был раньше просто повторитель 5 процент на 10 процентный шанс ваншот на цель это круто уже более ощутимо вскрытие мутонов африка теперь поставляет больше материалов но это все тлен мне нужно поставить чтобы как я могу поставить на расчистку второго инженера я же могу только с реле убери так как я могу добавить так ну то есть убрать то я могу но все равно и двоих не могу на расчистку я только одного могу поставить какой смысл это же быстрее не будет чем другие 29 дней там так новобранцы не сейчас точно что мне нужно либо бойца ну боец я не знаю какое звание у него смотрите на выборах уже огромное количество событий хотя по сути идет только там третий месяц ниже на один ярус а не простаивает я понял да есть возможность во первых там взять какие-нибудь материалы взять бойца взять новобранцев можно попробовать построить вышки для того чтобы причем это надо делать скорее всего в каком-то конкретном регионе а что за в погоне за званием каждой лаборатории увеличивать скорость исследования ставить контакт построить этот бонус нам нужно сделать в африке насколько я понимаю да одну радиовышку в одном из в любом из трех регионов да хотя нет вот в штабе у нас по умолчанию стоит то ли здесь в юаре то ли здесь получается поставив вышку мы во первых увеличим инком ежемесячный и во вторых уменьшим стоимость разведматериалов необходимых для восстановления контакта с новым регионом вопрос соответственно заключается в следующем данным сюда идти короче говоря надо ставить здесь плюс сто в месяц раз две вышки над поставить на тут вроде как одна уже горит купил ускорение магнитного кстати да давайте полетели сюда на черный рынок для начала ну в который раз я уже сталкиваюсь с темой что событий на карте значительно больше чем ты можешь себе по времени позволить самый так на планетные сплавы и ядро и лирия но ядро и лирия в одном экземпляре деньги то есть не обязательно было продавать и что при прилетал покупать за 90 ускорение магнитного снайпер а можно кристаллов лирия раз разведдан но разведданных мне 72 как бы эта фигня уже тихо 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 что случилось проект аватар уже наполовину есть одна миссия на снижение есть слева еще судя по всему тоже аватаровская тема и давайте попробуем сюда 5-7 дней после установки ретранслятора будет регулярно добывать плюс 100 также создаются стоимость установки контакта с соседними регионами до пробуем жесть просто жесть и целую неделю я должен 3 транслятор пилить репрессии пошел ивент увеличивает ежемесячные расходы на рекрутов на сто процентов реле питания готова так реле питания теперь нам необходимо в инженерке построить а места нет до 14 дней только это провал а улучшение сколько 80 материалов на давай а и моментально но улучшается нам запомнить одна миссия лететь будет чтобы прогресс аватара был не таким сказали в чатике что чем дольше я жду тем быстрее они развиваются ладно я дождусь все равно месяц прошел максим чичев чичер и чан джо хо капрал один доктор другой капрал штаб сопротивления шифра пришельцев пришельцы усложняет свою систему увеличивается увеличивает месячные расходы на разведку капец надо в этом месяц в этой неделе лететь на объект и пытаться это как-то предотвратить или это будет миссия да ученые пришельцы совершили огромный прорыв добавили две киева значительный прорыв это скрытие события не буду открывать 270 материалов это более жесть короче построили ретранслятор открыли доступ в левом я пойду сейчас на миссию это сложный там где 20 человек или 30 построили вышку начали обмениваться данными с другими партизанскими отрядами получили инком и уменьшили стоимость развед ну количество разведывательных материалов которые развед данных которые требуется чтобы открыть новый регион а новый регион я в принципе открыть не могу потому что получен новый бонус ва-банк увеличение объема поставок материалов сопротивление на 20 процентов то есть хватало 1 1 вышки видимо учитывалась базовая вышка плюс дополнительная ясненько ясненько то есть смотрите какая ситуация у нас максимум три контакта да из за того что нет модуля который мы сможем сделать дней через 12 это раз теоретически мы можем открывать новый регион скорее все пойдем сюда здесь какой-то проект аватар который можно попробовать мочкануть сейчас я полечу ориентировочно вот на эту миссию секретный объект адвента и не за материалами как раз для того чтобы попытаться остановить прогресс аватара да надо будет пособирать материал особенно вот эти вот ресурсы 270 но самое главное все таки это сейчас наверное миссия потому что без нефан говорит нельзя на миссии на там турели она специалист капец а сколько не фанда будет еще а все уже женька уже готова то есть можно кстати убрать убрать инжа из отсека центр военных технологий кто там и игорь уткин есть никто не лечится правда толку нет потому что слушать а больше четырех инженеров особо получается смысла нет то есть 34 инженера это прям запасом дополнительные нужны только для того чтобы ты там мог короче инж у меня отдыхает любаз в исследовательском магнитка будет через 12 дней но мы полетели в реле же ну там скорость строительства зачем мне там она уж построилась уже есть смысл сажать комнату но если регистр ранения до или нужно ускорить что-то что полетели там миссия очень непростая но пацаны у нас есть не понял во первых артстутска убираем нефанда с нами сканер уберем возьмем конечно же гренадера бэску ты возьмем скорее всего иска не расставить наверно светошум лучше она с пистолетом еще на дистанции светошумовой часто бывает 2 светошумовой женьке можно модуль какую-нибудь пилить улучшение оружия есть даже несколько мгновенное убийство и уже не стреляет не так часто потому что у нее часть действия это запуск гремлина ну квадрика имеется виду или взлом поэтому она не самый удачный такой товарищ на а вот персональные боевые модули ей были бы кстати уклонение не смогу сейчас подождите персональные боевые модули в принципе есть есть не нужно не нужно есть женьки давайте персональный боевой модуль поставим на уклонение музыка классный конечно пора уже может перезарядка какая-то были еще что-то выстрел не требует действия первая перезарядка во время заданий не расходуют действия класс почему бы не поставить давай лучше того человека в тему подожди да это долго ждать это нужно звание она не определенная нам на миссии понадобится взлом большое количество гранат главным образом обычные светошумовые пробивания армора женька кроме взломов она же помогает еще своей обилкой у нее способность есть протокол блокировки которые взлом вражеских робот в турели требуется сравнение параметров взлома специалиста с технической вражеской технической защиты цели повысить можно улучшив гремлин взломные турели остаются под вашим контролем до конца задания я других противников можно контролировать ограниченное время короче туретка здесь мне очень поможет но что врагов будет много туреток тоже будет немало и и моя комментатор сделать кстати у меня же есть от безликих средства на мимика это очень классная штука мы ее не проверяли но она привлекает к себе внимание то есть даже если противники находится в непосредственно близости к вам то вы можете кинуть моя комментатор на который они переключатся и будут по нему стрелять в следующий ход то есть он реально должен спасать жизнь бойца такая палочка-выручалочка но появляется она после того как вы пройдете второй террор потому что на первом терроре вам дают только два трупа безликих один вы вскрываете для того чтобы сделать маяк нужно не только материал но но еще два трупа у вас есть только один поэтому построить мы смогли мой комментатор только сейчас остается только вопрос кому же дать этот маячок кто у нас постоянно впереди и в жёсткой ситуации аспирант моя комментатор кроме всего прочего даст и возможность рисковать с милю ударом аспирантом то есть если ты боишься спулить новый пак нужно прям вот добить этого человека то можно попробовать кинуть проект пройти если спунил кинуть маяк себя спасти к сожалению светошума не осталось я наверное обычную гранату у женьки заменю тоже на светошум возможности в игре конечно очень много и только-только предстоит это изучить не тот маяк взял а я сканер взял более такое 8 работаем и не взял ты сканер поставил и сканеру ему дал это не то не то такие вы слоупоки вообще я уже успел прочитать выше изменить вы только там печатаете поехали не то дал аспиранту не то взял так получить цену информацию выкруют солдат ну что приоритет на прокачку снайпера конечно будет запись вначале и рея если будут серьезные потери но надо постараться конечно использовать ту амуницию сильные стороны уже прокачанного более менее отряда для того чтобы минимизировать риски и готовится уже потихонечку прохождению без такого количества сейвов вот чай есть кстати спасибо жене всем кто присоединился недавно добрый вечер третья часть трансляции xcom 2 и операции операция призрачный бог бога дайте и потом эвакуация собственно легче легком а у нас еще же инвиз на старте вообще халява и ampe дочь тор поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ну ты понял надеюсь я успел у амби доктор я даже не узнал когда тебя прочитали конечно успел все в порядке ограничение на количество входов нет поэтому можно спокойно исследовать местность и как бы смотреть что где топа это мег бронированный два милишника блин ё-моё а мне в ту реточку взять треточки я пока не вижу тут вот эти вот штуки их вроде тоже ломать можно ладно поехали меха говорят можно взломать ладно если какая там вероятность ну я бы оставил это на самом деле что тут кажись только хотя и ну зачем если у меня пока овервоч есть я еще не спалился какой смысл от рады из позиции посмотрим куда пойдут если пойдут еще один пак там ну тут не такой страшный настораживает что они рядышком это прям проблема на крыше лезть особой охоты нет пожалуй подойду тогда расставлю более-менее нормально пацанов дождусь когда роллинг аспиранта можно наверное бачком а хотя тут его уже могут увидеть чисто в теории ну раз на первом ярусе уже точки таким давай так посмотрим может проявится второй пак и эти подойдут например эти уходят гады троллят меня стопудово троллят где а где 2 2 пак то был же мэг здесь не могу поверить что он взял просто и исчез афирмативо ладно торопиться не надо давай возвращаюсь мне мне бы хотелось либо увидеть где второй пак либо чтобы эти вернулись немножко назад ёшки матрёшки булля лапоши филда сигнада а он мэг чем не увидели что лежу лады какая вероятность только тихо без палева подлетаем неудачный взлом повышает меткости защита цели он как бы и без того жесткий взять под контроль всего 28 процентов а так 50 на 50 не я пока не буду только после пулом надеюсь я не испугал таким образом никто ничего не заметил не не ничего не было эрика подведу поближе да и братка тоже в общем то поближе тебе повезет говорят 30 равно 100 бери под контроль ахо откуда сектует с этим ушли понятно еще один пак это 3 это капец такая то что моя комментатор ой какая то вообще дичь просто форменная дичь вокруг трипака ты как бы не знаешь кто придет кто не придет кто с пулицы кто не с пулицы ну и я жду я не тороплюсь ну что грянку докинем да давай инициируем сейчас сразу четверых это же топич не ну это я не могу такой момент допустить вы посмотрите какая красота так ломать или не ломать а не мы женька тогда оставим на получается тут овервотч 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 не не овервотч вот так вот и овервотч все равно не видит ты погоди а ты пуль пуль как никто никогда не пулил работаем твою ж медь куда я ввязываюсь 3 минус броня 2 и 3 пошли оверы от братка дай от аспиранта блин какой он злой блин я должен пытаться взламывать этого товарища а я не могу взламывать потому что я его не вижу и должен в идеале еще светошумовую сюда фигарить но то и другое сделать не смогу а этот гарантированно резанет меня просто я попал я попал я просто попал давайте возьмем под контроль чего то что то не ну а чего что пробуем пробуем не 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 нет отключение делаю и ой мой я бы его взял под контроль кто бы знал ладно отключили сейчас от милишника просто терпит перезаписываемся и начинаем заново отключение на два хода если был vision я бы светошумовую кину тогда кто не добежал бы скорее всего не обеспокоит этот мечом гад ну ясно конечно решил тут третий пак выйти здрасте что ты пальцами ну опять мне просто везет просто успешен не маловероятно хотя если снайперки то нормально давай 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 увидели как его внесло умница вообще повышение доедешь так так не попади все full cover ой полу укрытие аспирант держится не дай бог вот эти еще на ход будут ходить они штука это будет хреново не не будут отлично но это было просто я вам так скажу это было просто напросто один ход у меня на этого еще есть надо мочить ты сначала халявный выстрел из пистоля она сможет сделать только один выстрел по этому товарищу ну ладно делай чего уж тут не ходить же и пропускать ход из винтовки 50 на 50 молодец да может даже резать пойти сейчас там же обычный до товарищ а тут мы с критом можем просто разуплотнить у нас во первых бонус плюс 2 к фигак ой один хит оставил все равно неплохо дело за малым осталось вырубить того барсука желательно без использования гренок это не приоритет а у нас же есть у нас же есть замечательный а ты не видишь гремлин же у нас есть мы можем просто женька подойти и сектоида убить гремлином обратком попытаться верхнего снять но это сложно видите бонус по укрытию и как бы не очень выходит но хочется можно попробовать его сопреснуть просто да если бы я видел его почему да а вот отсюда можно было да можно было позицию выбрать более удачным для мяча ударов это косяк ладно в любом случае я подхожу гусевой для того чтобы выпустить а ну ясно она все равно секторе не видит болин можно же правильный на 50 стрелять как неси кто это убить не одном черт гремко докинем не докинем скорее всего в любом случае надо подходить вдруг так докинем все таки да там 27 выстрел из пистолет я офигею дорогая редакция подожди на overwatch скорее всего оставим так ну тут у нас есть бэска который гранатой накрывает или делает сапресс ауты и гарантированно же один урона ешки матрешки я совсем забыл ты же даже если промажет все ок тогда подходим ты стреляем сектоидом забыл совсем отличный перк вообще классный а с пушки только не с пистолета просто как так можно да бывает так ну я предлагаю сдаться уже потому что но это жесть короче здесь делаем гренку как ни крутим едва overwatch а он не будет вообще отбегать меня овервочи не сработают я подставил аспиранта просто ни за что давайте пробуем стрелять 54 есть вероятность слушайте а мэг сейчас не ой кажется у нас были более серьезные проблемы блин вообще этого дебила пытался убить а вообще не нужно было он паникует а сейчас мэг меня разуплотнить должен а чё замок ты не брался снова сейчас же он сфангует меня просто уничтожает была ошибка я не посчитал количество ходов мэка 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 да там же ход прошел после отключения так все живы love love говорит латник да ты прав все были живы только два ранения на месяц и над ней 15 на самом деле если инженера поставить все же были живы в конце концов все же было ок бой все готовы для инициации все готовы раз два три 4 и начинаем снова есть трюль на крыше здания можно впровод захватить не видел я трюль на крыше здания я в курсе про бонус дроном по некам написано там об этом и говорили на трансляции на прошлое об этом снова промахивается а ну тут судя по всему все те же вероятности такие же не такие же хочу его не сломал что делаю вообще кто знает почему и почему и мэка снизу не сломал что я делаю господи чатик блин читаю туплю уже сейчас так же мне заливают спокойно и все ауе пофиг на овервочи еще как те же просто ты его потом ломал нет нет я не делал overwatch на специалиста кидал гренку остальные overwatch и после этого ломал а сейчас я сделал всеми overwatch маркинду не буду агриться потому что справа пак ломаем или не ломаем тут поломаешь ничего не поломаешь так где там туалетки нету 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 здесь может быть не исследованным почему снайпер не на возвышении да можно конечно простя за бомбят также и упадет пола до свидания но снайпер с общим видом можно на возвышение поставить действительно заодно и проверим заодно проверим еще ту редку наверху вдруг там есть поддержка какая-то нету здесь ту редки слишком многое на себя пулю в идеале конечно нужно по паку мэка вырубать надо было если ломанешь мяка у тебя ези ход они бьют то что ближе так там вероятность 28 процентов оооо сейчас пул будет потому что меня сейчас закроют уже виженом да я уже закрыт браток уже с общим видом ну хорошо хара как говорится шом самый опасный тут мэк и милишник да я туда и поставлю оверх 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 и гренка пошла еле-еле достаем мне тоже будет непросто классный сверху снайпер стреляет по маку вообще по-хорошему надо было мэка отключать сразу ой как ему досталось два раза по три на толку если он все равно блин сейчас буду вырубать сейчас эти должны парочку оставшихся у верующих словить да и стреляют но по человеку который вообще не представляет никакой угрозы опасности это обычный солдат милишник запрыгнет ко мне к этому штурмашу и это наверное самое хреновое либо я сейчас светошумовую кидаю но я не достаю как видите но могу на самом деле там от мэка просто нихрена не осталось я могу запустить сейчас протокол нападения и ну только пройти вот сюда вот спулить еще один пак и мэка убить но я знаю что но то что тот побежит этот побежит кидай маяк отвлекай штурмовик походил на овервотч как вы маяк что за чушь спойлер тогда это хуже но не обычный но давай светошумовую на робота вряд ли подействует но да не подействовало посмотрим что сделать мэк то есть я знал что милишник в любом случае ранение мне нанесет а вот что делать сделает мэк видя только двух товарищей не потауе сзади подходят бойцы насколько я вижу этот стреляет укрытие снес это жестко то есть да он промазал сектой вообще ничего не делает эти фланговать не с а нет смогут поэтому уже смогут что по нему тоже увидишь капец ну ошибка была что я спулил пак слева естественно так я не дошел до мека вообще очень нужен качественный специалист на эту миссию так чтобы него навык взлома был дикий чтобы ты не гадал вырубишь не вырубишь стабильно вырубал или или с хорошей вероятностью брал под контроль нельзя брать больше двух паков нельзя ни в коем случае брать больше чем два пака и желательно еще при этом найти где-то и вышку захватить легко сказать я спущусь штурмашом что не хочет спускаться но убил бы я не какая разница все равно бы я бы получил спунил бы этот пак мне все равно приходилось бы оббегать итак номер вот ждем попробую дождаться когда один пак ливнет хотя не находится на таком расстоянии что я в любом случае с пулю да я сейчас подставляюсь под этот ход проблема давай тогда пробуем может сразу ломать его я просто если я его сломаю то овервотча которые полетят они на мэк это не полетят правильно ведь будут стрелять люди по оставшимся товарищ оглушаем пробуем еле хватило два хода у меня есть а чё я овервотч не поставил оооо как же я туплю сейчас же сагрится скорее всего а может и нет может и нет я не пробовал просто ни разу еще не не согрел а самые главные эксперты в чате что ты делаешь пишешь лол нет агры ну басы эксперты такие эксперты только почему-то у меня да одни специалисты в чате я в шоке на самом деле я вот реально не проверял эту тему не знаю после взлома будет агры или не будет но естественно естественно чуваки которые прошли уже эту игру вдоль и поперёк они но были но это же очевидно куда ты летну по отписка так короче я не могу почему-то у меня почему-то почему-то над давай скрыть наблюдение уход его так теперь что я хочу я хочу их сагрить агрид шкода ты стреляет на уверен это тут все в общем на уверен ничего нового может быть даже лучше поэтому стрельнуть а потому что тут больше урон нанесем может даже сразу бьем и цель удалим не убил придется выстрел потратить два попадания хорошо на первых овервотч без штрафа которые не больше интересует верхней вот это мало вероятно что мы его убьем в один овервотч пять хитов хорошо кто-нибудь еще сможет там поддержать кажется не сможет так это минус 1 нет никого точно беда ай-яй-яй-яй-яй какая досада сейчас зомбаря поднимать будет но этого мы порежем допустим да сразу же зомбаря убьем того убьем меха отстреливаем сейчас вопрос только кем специалистам точно нужно наносить урон и возможно хэвиком гринку потратить еще одну воу какая дичь так тут хотим я погоди погоди может быть и не стоит что здесь здесь руки молнии стоп это раз на халяву может и убьем сразу тэй мочит минус один милишный дальше мы получаем ей повышение видим зомбаря к сожалению здесь протокол атаки протокол нападения сразу сносит значительную часть игнорируя броню что самое главное я уже думаю может с двумя специалистами играть ну то есть на такие миссии можно реально брать двух спецов с протоколом нападения далее мы можем резануть достаточно просто верхнего да нам нужно резать его хотя под подожди 59 нет этого лучше на овер давайте лучше этого режем получается да стоп а как же там что-то я не могу короче не могу никак понять как по клеточкам прицеливаться убили двоих крит 10 здесь я думаю надо просто овервочить тремя и все но с хорошей вероятностью просто у него а почему овервоч может стрелять можем теми каменьки можем стреляем давай ну чё 67 здесь я потрачу гренку пацаны с вашим позволением потому что это после этого хода он придет в себя а то мне только один овервочу снайпера и я должен реально просто взять и попасть по нему с овервоча если он даже конечно пойдет на овервочу ну с богом приходит себя мэк 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 надеюсь он подбежит хотя бы немножко там бэска 3 хита 1 армор давай бесса бесса ну нет как же мне везет а как же мне везет ну режем мэком он взрывается же нет куда ты нет я же забыл что он взрывается вроде по крайней мере эффект точно от взрыва есть нет фух слава богу как грязь да и слева пак ну слева пак вообще лемминговый и мы его спулили отличный чем сейчас чёвер есть поехали работаем это лемминги они не должны учить урона минус один второй надеюсь добежит до бэски не добежал да ладно что еще ваш ход что ли нет хрен из 2 я думаю фланговать нужно простым из дробаша можно бомбить 77 чё тянут аспирант хорош так три пака минус потихоньку подходим подходим перезаряжаемся спрант очень хорош так давайте слушать осматриваться не торопимся сейвы не не используем сейчас чтобы ответственности было чуть побольше я вижу крышу мне в общем-то сюда и нужно дойти турели ищу и нужно позицию для снайпер найти хорош но судя по всему вот эти вот фулл каверы подойдут как нельзя кстати я лучше кто что а скриптовая сцена да 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 мы были здесь уже раза как приехали так уехали да как как то где ой 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 змея миличник 11 лейминг это капец я позицию конечно занял я предлагаю катить эту лабуду просто по по максимуму тут за угол например вот так вот подальше от этого нужно не хреново ну вот сюда вот раз два три четыре с богом 4 овервотч 4 противника змея может даже не успеет не успеет здесь овервотч и вот он миличник идет но он не успеет не успеет не должен успеть здесь овервотч от без ким о как восстанавливает он падает получая на 5 хитов стоять да нет да как они такие резвые реально от них даже убегать практически бесполезно жесть жесть как она есть в общем режем змею у нее вернуть что мне должно быть пофигу потому что мне легкий шаг фигак клонилась скотина о а вот это приятно турелечка на захват тихо 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 я свой даже не видишь надеюсь тут фланг чтобы ничего не придумать кроме гарантированного урона да нет бей и протокол защиты не было сначала визу чё не сделал ты протокол защиты на халяву же в конце концов сушатой трек увидит и турелька тролика значит тоже видит все плохо ребята все же плохо во-первых как я убью змею для начала кем я убью змею твою ж медь ты можешь захватывать тирель уже не могу уже этот момент профукал меня вот это беспокоит но это тоже беспокоит но это гранаты уху уводятся и скорее всего хэвиком надо и в сапресс обратку нет смысла и речь поддержал ваш канал на сумму 100 рублей а ты замечал что вайпер в лифчике с двумя такими буферами не чешеным змеи в лифчике карл пека ну да что там буфера буфера у нее там два с половиной что такого или или что не так ой ой вруч там жишь тебя это как-то беспокоит я не вижу смысла стрелять вообще по да давай сапресс лучше сделаем ну смотрим что змея сделает со мной сейчас вблизи ну понятно кстати она мне спасла от турельки да как так слышь я со змеей тут мучу я себе как бы мне увидеть то ну побежали пытаемся там скинуть ее не видим ни хрена и здесь не видим протокол блокировки пробуем запустить аспиранта душит а что по туреточке временный контроль давай 56 чего да ё-моё ну что ж ты так да я понял что ты не очень короче хьюстон у нас проблемы а если я светошимовую кину сюда змея на меня отстанет да давай проверим заодно отстала ну реши ее мое нет аспирант красавчик перезаряжаемся перезаряжаемся как мне теперь с этой турелькой вообще работать не совсем ясно даже меня палит наверное имеет смысл обойти ее с той стороны хотя дверь-то здесь дверь-то здесь ё-моё с общим видом ее можно расстреливать просто нафиг просто вот прям стоять и стрелять давить для этого конечно хочется высоту занять да протокол нападения еще есть так и есть надо подсветить сейчас но протокол нападения я не уверен что смогу давайте посмотрим сначала на него оп ага протокол нападение есть только один повторный взлом давайте проверим вдруг все-таки ее можно еще раз взломать те же сам тэш сам вероятно что за халяву я пробую еще разок ой не то взял ты хорошо что не то взял оглушили ее на сколько ходов должны писаться на два хода но предлагаю подходить ты так верещит забавно что стреляем пока дают три армора надо хэвика подвести там будет неплохая вероятность просто защиту убрать хорошо там кто-то ходит слышите здесь вот выбили что-то про про настораживает бески еще не видит хочется спрятаться все-таки тридцать девять ее мои а почему тридцать девять там общий вид 30 процентов она стреляем издалека это безопасно и заряжаясь Почему я этой-то не вижу? Я не хочу оставаться здесь сейчас. Я лучше отойду и подожду вывода из строя еще на ход. Потому что это рискованно, понимаете? Слишком рискованно сейчас. Она сверху, я ее в этот ход, скорее всего, не убиваю никаким макаром. Я подставлю Беску на следующий ход и в Ханкер ее. Хочу нам рассказывать про то, что здесь матрица, чисто воды. Контейнеры, люди, энергии, источники энергии какие-то. Эксперименты продолжают ставить эллины над мирным населением. А кого видит-то? А, Ханкер видит. Ханкер-то это пожалуйста. Второй выстрел будет? Овервотч на второй выстрел. Так. Сломать я ее пока не могу. Могу только стрелять потихоньку братком. Безнадежным. Ну тогда отойду. Следующий ход. Короче, качественный специалист нужен как воздух. Вот для таких миссий. Свечу. А, у меня больше нет протокола блокировки. Нет, видимо, потому что я просто не вижу его. Ну, лайна нет, наверное. Как бы странно. Он же вроде без... Нет доступных целей, да, он говорит. А издалека видел. То есть там типа как общий вид действует, да? Протокол блокировки. То есть если я назад вернусь, то будет Вижен на запуск Гремлина, то запускаем. То есть вот отсюда типа блокировка будет. Узнаем в следующем... В следующем ходе. Надо видеть, говорит. Да, как общий вид. Понятно. Опять противоречивые. Два сообщения в чате стреляешь. Стреляешь. Читаешь, они по смыслу... Ну, полные противоречия просто. Проверяем. Нет. Что-то не так. Ладно, там осталось-то, господи. Всего ничего по хп. Три хита снимем за следующий ход. Просто все. Забей. Выводим беску. Стреляем. Пытаемся сбить еще армор. 61. Плохо. 39, браток. Снимает хит. Большую часть поглощает армор опять. Там может быть овер, кстати. Да я могу, конечно, запустить. Не работает, в общем, этот протокол блокировки. Там может быть овервотч. Там, скорее всего, овервотч. Давай тогда запускаем протокол нападения. Не будем рисковать. Проверять овервотч. И убьем так. Да нападение могу добить, говорит Пэй-Пэй-Пэй. Откуда ты знаешь, будут ли там еще мекки на этой карте? А потом ты не сможешь больше половины хп у мека снять. Потому что это последний заряд протокола нападения. Что потом делать будем? Так, ну я подхожу потихоньку. Мне сюда. Да, по единичке, кстати, можно было пилить. Хорошая же тема. Там гарантированно снайпера надо было выставлять. Ладно, подходим. Я не уверен, что стоит бородка подводить. Наверное, стоит. Потому что там придется, скорее всего, в здание идти. И Паша... Да, я мог дальше со снайпером стрелять без какого-либо риска. Я в курсе. Так же, как я делал до этого, я мог продолжать делать спокойно. По ходу. Раз, 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 раз. И все. Ты прав. Так. Опять чертова крыша. Проверяем. Говорили, что здесь около 30 человек. Но пока что это не похоже на правду. Я слышу, бегают сапоги по полу, по металлическому. Подозреваю, что они находятся внутри этой штуки. Так же, я понимаю, что желательно бы... Мне бы хоть как-то разделиться. Что все в этот дверной проем быстро не влезут. Там есть крыша, там есть потолок зеркальный. В принципе, можно туда парочку пацанов загнать. А то и троих. Мы с Богом слушаем. Хотя бы направление мне узнать. Это направление. Так. Не забываем про то, что есть отвлекающая граната. Да, наверх нужно идти. Ну, кстати, может быть еще одна турелька. Опа, Мэг. Скриптовая сцена. Яричо поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. У тебя идеальный сейчас состав бригады. Я такой почти игру прошел на легенде. По ощущениям конец близок. Только штурмов качай, диаметрально противоположные к полканам шайку не убить. Без затупов, конечно, не убить. И мха. Короче, мы спунили пак. Там Мэг. Я думаю, надо сразу сжать протокол блокировки. И стараться его вырубать. Именно блокировать. Тихо. Что-то пушку поднял. Видите, с таким спецом это 50-50. Еее. Два хода есть. Я думаю, надо врываться сейчас с пацанами снизу. Кидать гренку. У кого там есть. Главное, чтобы еще пока не было. Отключение. Хорошо. Ну что, открываем. Тут флангануть, кстати, можем. Поехали. Главное, чтобы там второго пока не было. Никакого фланга. Но там кроме Мэка, на самом деле, два обычных лемминга. То есть мне, по сути, нужно... Гренки нет. Я могу кинуть, конечно, отвлекающую хрень. Могу ворваться, порезать кого-то. Тей видит только здорового. Браток вообще ничего не видит. Хочется ворваться, конечно, и порезать. Ладно, приоритет на этих пацанов, да? Или тейку подвести. Тей лучше подвести из пистолета в стрелять, чтобы потом она смогла быть более полезной. Сейчас, может, халявный еще выстрел будет. Да, руки молнии. А, правильно, давай. Это раз. Можно еще разок? Спасибо. Это два. Тей вообще жжет. Сейчас мы можем вырываться и мечом фигарить этого. О, я кажется, не то сделал. Мне кажется, Мэка начал резать. Нет. Это минус два. Мэк стоит тупит. Повышение. Повышение у штурмаша. Беска стреляет, потому что как бы отделать нечего. По тяжу. Ну, в смысле, по Мэку. Снимает броню благодаря обилке. И браток просто подходит на следующий ход. Вообще идеально ворвались. Просто идеально. Сломали, поломали. И убьем сейчас. Вопрос, кому киллз. Наверное, Тейн отдавать киллз. Женька стреляет сначала 99. Надо довести его. О, не-не-не. Надо было хэвиком стрелять сначала Михаилу. 4-6. Убьет, скорее всего. Ладно, баскет, но тоже нужно качать. Если убьет, убьет. И убила. Один хит, там. Подарок судьбы просто. 82, правда. Найс. Лут. Пропущу ход. Берем лут. Теперь нам нужно взять контейнер. Здесь модифицированный приклад. Если это улучшение установки, добавлять небольшой шанс, что даже... Это уже модифицированный приклад. Продвинутая адаптация плюс 2 здоровья. И ультра адаптация плюс 3 здоровья. Персональный боевой модуль. Два боевых модуля и... Бонус к... Вот не зря я в партизанской школе эту штуку взял. Чувствую, что лут у меня падает больше. Да, у той же ези один хит всегда. Так и есть. Так и есть. Сейчас к точке эвакуации. Готовимся к перезарядочкам. Как-то подозрительно тихо, надолго ходят. Да как? А кто это был? Откуда? Там милишник бежит. Что-то я не понял. Пак даже не спорился. Ну и ясно. Прикольно вы, ребят, придумали. Сектоид на крыше спрыгнул за здание. Тей по раненому стреляет. Бах. Давай-давай, решительней. Жми! А он медленно набежит. Ну нет! Так, это фланг. Там еще милишник. Может попробовать голограммы сделать. О, минус нули вроде одного. Написали, что промах. Он там лежит уже. Ай, вот, попали. Он бежал. Какое-то замедление слишком долгое. Явно какой-то баг. Так, ну я предлагаю, учитывая то, что есть время, просто стоять и улыбаться. Встать за нормальные каверы. И ждать. Когда там в окно бежит, например, милишник. Сейчас зомбаря поднимают, правда. Но его мы трогать не будем. Он же не будет двигаться, правильно? Правильно. Меня вот это интересует. Давай, 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 давай. Поехали. А! Он встал на овервотч, да? И к нему мы добраться не можем. Порезать мы его так просто не можем. О-о-о-о-о-о-ох, ты ж ёжик. А как он ко мне вообще добежать мог? Бый. Как он оказался вообще? бежит в эту дверь побежит причем по мне стрелять час будет на уверем светошум можно в него кинуть нельзя так 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 но аспирант может зомбаря просто порезать для начала порежет с хорошей вероятностью нет нет потому что укрытия не будет у него нужно как-то этого убивать как его убьют а выбегать фланг это overwatch да может самое время для имитатора я не знаю комментатор с овервотчем работает просто раннего овер спадет попасть по нему проблематично узнаете только ты наверно стоит надо не может он его не видит просто я могу его отсюда ранить попробовать потому что здесь будет бонус ну или светошумовой кинуть отсюда 55 давай светошумовой лучше реально отлично снимается овервотч добавляется дезориентация ну что ж тогда предлагаю резать просто резать этого для начала как получится так и получится добить например руками молнии метей готов ну и дальше скорее всего надо будет выходить кем-то вот сюда вот к углу например хэвиком я хотел да ой бесса я хотел и попробовать типа его флангануть и даже отсюда флангую full cover все дела овервотча уже нет выходим смотрим есть фланг отлично 77 плюс 40 крит точность не очень хорошая но хороша на семерочку его подрезали вот и есть over в принципе она может из пистоля пострелять она может выйти например вот сюда и пострелять пистоли лучше только так сделать чтобы не было никаких овервотчей 86 там один хит молодец остается один сектоид у север братка и ждем что а вон он сектоид это сейчас увидел выходит этот полу укрытия блин может попасть а контроль я понял ну или паника или контрольный под контролем до стоять спокойно все свои все свои плохо все кто это я не вижу похоже что не увижу чё блокнотиком не пользуешься ты уже апнулась ты апнулась после первого же выстрела на этой миссии после первого киллса на этой миссии я это помню но допускаю что опыт идет и дальше так же как в прошлом xcom короче не ясно что делать реально не ясно типа бежать резать сектоида скорее всего при этом всеми валить аптей просто что ее а тут двери открыты на старше а то и же еще попадать будет понимаете она же не просто так отвлекалку я не кинул к сожалению наверное придется забираться на крышу куда-нибудь так а можно не увидеть то крышу нам отвлекалку я уже не кинул к сожалению опа а мы тут уже оказывается флангуем сектоида вот отсюда больше никто не сможет так добежать до него что за баг я не вижу крышу и куда там бежать ладно фулл кавры всем ломимся к сектоиду возможно с ханкером с каким-нибудь чтобы ты не попала просто валим о ну че делать протокол можете узнать на колом скорее всего кстати именно этого снайпер будет видеть либо этого либо штурмовика протокол защиты пошел овервотч специально под тей да ты бежит куда-то ой фланг что ли да нет ты по бессе стреляла так этот заходит но он твою же медь там протокол защиты full cover хрен ему короче как ты орёт вы слышите вообще такая паника реально страшно за нее я врываю штурмовиком начинаю резать этого красавцем вот так вот наверное чтобы остальным не мешать восьмерочком два хита остается я не знаю откуда я вот сверху смогу увидеть так тут подходим братком естественном пытаемся из пистоля пострелять по нему 74 капец рискуем капец а а блин так давайте посмотрим с какой точки будет видно ни с какой они тут отсюда будет видно можно пострелять там full cover не вижу никак нет таких клеток в пределах достигаемости то есть все упирается попаду я в блин какая грязь на овер ее ставить на овер куда-нибудь на угол потому что он может отступать и мне нужно хотя бы хотя бы овер сделать 42 бэска это вообще ну надо попадать ну надо а то там братка убьет потом ой все но если ходить будет первым сектоид и он уйдет отсюда и попадем мы сверху на овервочем нет ходит первый нет 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 браток держись капец это еще из пистоли сейчас второй еще выстрел будет а нет пошел-пошел-пошел овервоч сверху женька с угла два уровня бонуса вероятность хорошая что попадет давай уже короче браток ранение но фух ты ну ты нам конечно подкинула проблем подруга ну а и проблема перезаряжаемся а то это да ты это не может хорошо что он еще не использовал способность вот эти вот с руками молниями и прочей есим я хочу уже подготовить варианты отступления для себя дозреваю что когда возьму эту штуку может начаться экшен берем чё там не понял что типа нужно на все что ли встать привет другой да хорошо просто ты книг на нее горит надо а я понял ща тыкнем слишком сложно понимаете склянка секретного объекта ну ясно я догадывался что такая хрень будет но не подготовился должным образом блин а я же не могу сейчас выйти отсюда не могу с неё выход только налево сейчас сюда капец вот я встрял но есть у меня модуль на самом деле так что без овервотч без овервотч бэск пошла дальше дальше надо кинуть метку проверить отвлечь прилетают кто 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 мэк и два милишника ой 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 где овервотч пацаны а вот сейчас будут какой-то баг с овервотчем ведь они по полчаса проходят этом счета и увидела в этот в окне надо было к окну подходить вообще что я ступил слушайте они еще ко мне забраться могут так во первых я кидаю маячок имитатор нафиг нужно кидаю моя комментатор смотрим как он работает вообще поехал раз смотри нормально сразу повернулись на него здесь вижу одну цель наверно нужно фланговать просто этого придурка делать да давайте раз руки молнии раз это не фланг но чё ты там выбиваешь там смотри просто стреляешь и все раз и два ас чё жжет да хреново меня вот эти беспокоят беспокоят мы как бы броню снять я вижу только одного нижнего надо убить хотя бы хотя бы а тут лестница еще ёпыры сетэ короче ну мочить мочить как минимум этого а в идеале еще то есть разницы нет что я здесь сижу вдвоем что сидишь что не сидишь на пистолет нельзя ставить насадки на оружие короче этого мы флангуем тогда слушайте может быть протокол блокировочки все-таки тогда и на шару попробовать его под контроль взять посмотрим сейчас вероятность вдруг она будет не 28 по побольше такая же давай ну блин оглуши меха да просто выруби это бомбом надо фулл кавер сюда а здесь братком надо просто выходить и как-то этого убивать с фланга надеюсь по мэку точно чтобы броню убрать и как бы урон нанести больше не по кому и тут полное укрытие я тут не успеваю даже уйти за укрытие понимаете хотя вот так можно сделать я мак накроет скорее всего не нужно хотя бы этого добить без пистоли скриптом сделаем давай сто процентов молчать скотина мы смотрим как этот как метка как голограмма подействует насколько она привлечет внимание вот об этом вопросе жизнь там вроде хватит на два удара да мэк на нее отвлекается хорошо главное чтоб милишник еще отвлекся до ездишь и он еще стоит этот ход капец это халява хочу 2 эй не стоит ход ну ладно убиваем что-то не потому стреляю какая разница кого я там хотел качать я хотел прокачать еще братка давай и 73 можно еще один протокол блок блокировки сделать а я же резать могу аспирант пошел фигак ваще топич но предлагаю на эвакуацию же дёру давать хватит мне уже испытаний нет погоди следующий ход и вроде спокойно все фух ну понятно что нужно для этой миссии точно один хороший специалист это наверное самое главное точно один хороший снайпер потому что лучше вообще с двумя спецами сюда лететь мне кажется два спеца до 2 спеца с с двумя дронами вот этими вот и двумя блокировками потому что мэка ты ну из голограммами ужасная правда открыто достижение открыли что ж там интересно обнаружили 21 человек два ранения но они минорные насколько помню от отравления или что-то в этом роде нет нет не от отравления это тейка кинула вначале что-то еще было процент попадания 81 больше всего урона аспирант нанес ну видимо с этих с дроба шеи из мили хорошо прилетели повышение будут ох раненый ой 4 лавлапа во первых тей пистолетный снайпер скорострел или смерть с небес смерть с небес хорошо сочетается с выстрелами из пистолета а также может просто повысить мобильность снайпера что с высокой точностью даже на огромной дистанции неплохо владеет пистолетом на случай близких контактов вот еще разок как несложно догадаться начнутся подводим дальше сокой точностью с высокой точностью даже на огромной дистанции типа штрафа теперь не будет у пистолета или что или овервочь будет общий для пистоли что-то я не понимаю скорострел и выстрелил с пистолета первым действием больше не завершает ход три раза сможем иногда вы стрелять с пистолетом а это общий вид и читаем а убийство противника находящегося ниже вас по высоте из оружия типа снайперская винтовка стоит лишь одно действие и не завершает ход а ну понятно короче тут нет выбора особо то есть ей берем дополнительный халявный выстрел обратку берем дальше с овервочем до метки глаз овервотч на с общим видом с меньшим штрафом аспирант ранение первое это маскировка немедленно активация масти маскировки один раз за задание или run and gun дополнительное действие после рывка но маскировка круто чего бежишь вперед людей резать потом хоп и маскировочку но run and gun полезный шкода бесса тяжелая артиллерия гранатов специально отведен для нее чей и чеки может быть использована еще раз или галлорфическое прицеливание метку ставит и стрельба плюс 15 блин меточка хороша конечно очень хороша меточка а гранат будет плюс 1 или плюс 2 получается гранатов специально давайте почитаем способность позволяет и стрелять любыми гранатами даже боевыми сканерами это понятно а плюс 1 только граната имба 3 будет у нее да вы что так плюс 3 здоровья плюс 2 здоровья меткость на 5 процентов и склянка секретного объекта данные пришельцев материалы так теперь я бы поставил на ускоренное лечение уткина посмотрим сколько наши что там следованием отлично 2 и 5 дней всего будет лечиться очень хорошо а слушайте у нас же центре военных технологий звание было новое и тогда мы сможем ой какой военных партизанской школе мы сможем бафы новые взять да да и месть если союзник погибает или получать критическое ранение совете солдаты в отряде получают случайные бонусы на два хода молниеносный удар был комплексное оружие вот эффект от персональных боевых пбс заметно улучшается пбс знакомые что-то до эффекта как он заметно улучшается что где размер отряда где мой капитан ну короче точно не месть а вот эффект от я думаю что персональный боевой модуль должен быть что такое пбс может неправильный перевод типа персональные боевые системы уху хорошо модули есть на на выбор конечно же так аватар то не снизится нет е-е-е-е снизили на 2 хорошо живем пацаны живем наступы ресурсы да я в курсе да но может быть имеет смысл сейчас уже бразилию подключать я что-то вышку сделал правильно ресурсы вообще фигня три дня и и профит три дня и профит а бонус в европе какой новобранц стоит 10 процентов материалов что всего 10 процентов материалов можно будет новобранцев на халяву или на 10 меньше бойца берите запасного жж там не написано какое звание какая роль этот боец как бы мне я полетел о я же вышку здесь не доделал еще капец короче собираю ресурсы в лазарет можно назначены интенсивные лечения вот на самом деле пять дней там максимально это же чуть да можно назначить а нет переучивание есть нет нет просто восстановление ускоренное так ресурсы быстро собираем это многое то что за месяц мне пришло и смотрим новый персонал нанять новый персонал что там такое а там да там там да 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 вот это надо сейчас как раз бабло есть мы сможем не на развед данные а за материалы взять двух ученый и специалист почему луналикий это же мун джан джэхо луналики пришельцы принимают за своего позывной луналикий это капрал 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 это специалист второго уровня всего лишь лучше ученого найму скорость увеличена еще так 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 ну полетели тогда в бразилию предлагаю забиваем соответственно новобранцев на вот этого товарища и пробуем установить контакт 80 развед данных подставам надеюсь развед данных не дают а это сенет да сенет это ученый вышку забыл то вы рассказали что фален подчеркивание темплар поддержал ваш канал на сумму 100 рублей миша совет ты можешь лететь на объект адвента и штурмовать его не связывая с данным регионом да то есть хоть сейчас по крайней мере у меня было так мы должны установить контакт с местным сопротивлением прежде чем проникнуть в вражеский объект за соточку спасибо за дезинформацию а-та-та так дайте подумать магнитное оружие кстати сейчас будет готово стоп у нас развед данные да давайте вернемся давай бойца нет не надо бойца блин как еще развед данные я могу исследование прервать давайте развед данные здесь по сканем раз ну 7 мало я понял еще один аватаровская еще одна аватаровская хрень и и новые цели ученый предотвращение стоимости развед данных на сто процентов заберите про целыми три из трех а я все равно копать не могу да ну в смысле там не пока не раскопано я не смогу надо модуль еще делать да глупо надо было сейчас миссии выполнять а значит есть две миссии на выбор в одной ученый в другой инженер один предотвращает скрытое событие другой предотвращает стоимость развед данных учитывая то что инжи мне сейчас не нужны пока я возьму ученого и развед данные тоже а юар еще три миссии на выбор материалы проект аватар значительно прорыв добавляет ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо вот это надо брать Это событие значительно более страшное Добавляет к прогрессу Поехали Модули можно улучшить у инженера И туда сунуть это плюс-плюс Не понял Так, нам нужны персональные боевые модули Нам нужно понять, кого брать Ну что, кого брать? Все нормально, специалист, штурм, два снайпера пока есть Этот модуль точно оставляем Надо по боевым пробежаться По персональным боевым модулям Подвижность плюс 20 уклонения Здесь плюс 3 здоровья У братка нет модуля И все Начнем, соответственно, с него Персональный боевой модуль Ультра адаптация 4 здоровья, оказывается А, это улучшились все модули, которые были у меня Было 2-3, сейчас 3-4 Да И чего? Жирный такой модуль ставить на снайпера Рука не поднимается Может, пока не поздно там какую-нибудь бэску Апнем Если у него модуль не такой С нормальной Мобильность Мобильность хорошо Но плотность лучше Тем более, что Поставь братку приклад на 2 урона при промахе Да, давайте бэску Учитывая то, что у нее Персональный боевой На мобильность А на танк, который будет метки ставить Даем ей Супер здоровья 12 Далее Братку За неимением лучшего Персональные боевые модули Ставим плюс 3 здоровья Тоже Снайперу здоровья Ты вообще С общим видом Снайперу здоровья Идиот Так, хорошо Но если не ему То кому? Специалисту Либо Аспиранту Аспиранта вроде и так все хорошо Плюс 3 здоровья, да А у Женьки Уклонение Уклонение Наверное, хуже, чем 3 хп Lucky near Я в любом случае Дойду до этого события Когда Будут какие-то там гранаты Которые ты ценишь Я Сравню Посмотрю на разницу Зачем? К чему ты сейчас вообще это пишешь? Я не могу поменять Я не хочу менять Прокачку Ту, которую выбрал у Хэвика Не хочу менять Голографическую метку На гранаты И мне не нужно спойлерить Что будет дальше В конце концов Зачем это делать? Клонение Говорит лучше Я не пойму Любую из причин Бери Такое сообщение Оно смысла не имеет Короче, у нас дофига Модулей классных Модифицированный повторитель Шанс мгновенного убийства 10 Ох, урон при промахе Плюс 2 Вот это вообще имба Модифицированный приклад Ну хотя для снайперов С общим видом Которые бла-бла-бла Тем более У него вообще модификатор Никакого нет Или меткость Плюс 5 Слушайте, а модули Это хорошо влияют Нам Боеспособность Шанс мгновенного Скорее всего Штурмовику Отдам Хотя у него и так Крит А, слушайте У У Снайпера Следующий уровень Это типа Два раза можно Выстрелить за ход Тогда у нас будет Вероятность Короче, давайте Модифицированный повторитель Мгновенное убийство Здесь Арцтоцка Минус Стоп А здесь улучшение оружия Какое стоит Меткость 5% На дробовике В общем-то И пусть стоит У Женьки Быстрая перезарядка Так себе На самом деле Модуль Вот ей можно Урон при промахе Давать Хотя она часто Дроидов И ломает Урон при промахе Урон при промахе Повышать урон при промахе Второму снайперу Что-то не хочется Может быть Бески поставить У нее Глографическая метка Она все равно Будет стрелять И тогда По персональному Боевому модулю Ой, в смысле По этому Да, наверное Бески я поставлю Ну, быстрая перезарядка Здесь плюс один То есть она будет Стрелять Гарантированно Два хита снимать И при этом Голографическая метка 15 точности Увеличивать По этой цели Плюс это еще Хорошо сочетается С тем, что она Должна стрелять По цели Для того, чтобы Армору пробивать Ну, и плюс У нее точно Еще такая Что ей Урон гарантированный Нужен какой-то Хорошо Слушайте Тут прям Вот-вот Прям Ух Значит Да 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 Под сомнением Под сомнением Это перезарядка Меткость Конечно, можно добавить 5% Она не стреляет Так часто Но это лучше, чем сейчас Быстрая перезарядка 5% Учитывая меткость Там 74 Ну Да, еще подряд Плюс один Но это нужно Тейку докачивать Поехали Классная система Модификации Реально Если Тут Нет такой темы Как, например В Enemy Within Когда там Снайпер К 5-6 званию У тебя уже Не мазал Если все ок Но с другой стороны Можно компенсировать Как раз это Разными модулями Боевыми Защитить устройство Ликвидировать всех врагов Обожаю такие миссии Миша, модули не суммируются Я в курсе Построим мастерскую Не могу Туда двух инженеров Которые построили Четырех роботов Можно будет Спасибо за спойлер Сейчас у меня задача Раскопать Чтобы построить Дополнительные модули Для спутников Для присоединения Других вещей Другого выбора У меня нет Нифига себе Сколько УБС и ХП Уже здесь он Вот это я прилетел Капец Представляете Вот это вот Респ А в соседнем здании Уже Уже девайс Который нужно защищать Беса очень плотный Вы посмотрите На количество ХП Что будем делать Сразу в здании Я бы вот эту вот Штуку занял Но я пока не знаю Где Где они были дальше Где первые враги Ааа Вот так вот Я понял Уже знаю Достаточно Простой Пак Нет Я так спалюсь Так я спалюсь Но я предлагаю Тогда братка Вывести На Кстати Его можно не водить Не лучше вывести Лучше вывести Вот так вот Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо наверное так будет близко подхожу давай-ка подумай лучше укрытие хорошее наверх ты не прыгнешь уже светошум нужен еще полу укрытием места не хватает ладно есть метка есть светошум я думаю что справимся я только пожалуй вот так подведу ладно женька сюда поехали ох ты ж ёжик эти чего куда а ну ясно ну тут явно гренка и просто начинаем мочить меткий глаз произвести выстрел с небольшим штрафом к меткости для значительного увеличение урона так а можно посмотреть например 82 по копеечку поэтому это он же 6247 скорее всего на 20 процентов штраф идет меткости так как же мне быть меня могут в сванга обойти я близко ближе не хочу подходить тут явно гренка идет вот такая вот такая вот гренка идет я бы поставил на овервотч тех кто у кого нет дополнительных обилок фланг неприятный фланг фланг светошум на одного такого не стоит наверно брать ладно давай сделаем так есть у меня вот аспиранты я только оставлю то есть это овервотч это точно овервотч или тейку тоже поставить на овервотч они разбегутся понимаете атаке поймаю давай на овервотч значит только метку я оставлю на случай если с улицы 2 пока я буду в полной попе метка как как страховка на один ход мирного убили но хрен черт с ним с этим мирным так меня обнаружили смотрим на змея да змея понятно пошла змея стреляет браток по змея стреляет тут мимо тут стреляет и по змея змея минус арчур поддержал ваш канал на сумму 100 рублей миша до сектор идов дави мутонов тащи будь мужиком все население гудгеймов тебя верит бабер пинает краба новый смайл на г.г. спасибо тебе за поддержку арчур давайте кидаем моя комментатор потому что спулин был пак кидая его вот сюда меня еще флангуют очень неудачно если б не маяк ну это как бы я могу не выжить сейчас надеюсь что на него не 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 слепо тому да вообще мимо имбовая штука на на вторую такую брать обязательно а нет 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 три хита по аспиранту не сагрили того видимо вижена не было надо было кидать ближе к центру три держись держится против офицера метка тут милишника да милишник тоже не туда побежал капец братка бьет черт возьми косяк нет это не ультимативно видите не ультимативным ну на самом деле надо было просто отступать назад не здесь держаться а выкачивать пацанов ну что у нас здесь начнем с наверное братка даже хотя у него штраф по меткости должен быть вообще дикий по целям которые близко да здесь наверное начнем с руки молнии потому что не надо двигаться и как бы в раз по первому раз второе можем стрельнуть вопрос куда в этого же нет чушь можем нанести по нему урон этого флангуем тоже убиваем вот мне даль не беспокоит на самом деле я бы с ранган к нему подержал поддержал ваш канал на сумму 100 рублей миша мирных не да да мирных тут такие мирные которые через одного становится безликими и плюс они меня сдают при миссиях короче ничего в них хорошего нет давай-ка не убил так у меня у хэрика гарантированный урон да и у снайпера гарантированный урон хэрика причем двоечка гарантированного урона ты снайпер убивает этого хэрик убивает этого плюс мне еще остается потому пострелять каким-то макаром а как я этого то убью как я этого то убивать собираюсь что за хрень так внимательно меньше у тебя три человека у тебя нужно трех противников четырех противников все нужно убить приплыли снайпер добивая двоих из пистолетом да кстати ты прав ну как прав первым действием не завершает ход давай это не пистолет прокачал пистолетного снайпера красавчик миша ты лучше просто самый лучший блин чё творю вообще так фейлова начал просто там трэш здесь трэш везде трэш ладно беска убьет либо этого либо этого гарантированно тут можно флангануть попасть по вот этому товарищу 52 этот это трындец я думаю надо просто фланговать этого упыря пытаться он самый опасный чего он милишный давай есть крит 6 хитов чё по хп на гренку может хватит хватит на гренку значит мы здесь закрываем двоих гренкой я сухим из воды еще вышел не совсем вышел там еще лемминг может мне штрафануть штурмовика слева но по сути может беску подставить тогда под этого товарища тогда я возьму так и того ну чтобы мне штурмовика раненого прикрыть да давай бесса думает о других берем лутецкий во первых что там у нас и дройлерим модифицированное автозаряжение ограничено количество мгновенных перезарядок ну и стреляем по дальнему гарантированно сносим два хита вот а ну да все верно что я ступил сносим этого гарантированно еще класс и остается один лейминг с обычной пушкой так а машина не взорвется случайно да но сейчас фланг три хита по кому жив павел кузнецов погибает да все потому что я чушь сделал я мог одним снайпером убить не одного двоих я сделал чушь так давайте сразу тогда тогда действовать стараться правильно это раз вам сейчас еще бы окна бы повыбивал видим первый склад подходим тейк и так или второй пак брэд окей заходит сюда не выбиваем так они панда у нас идет наверное слушайте нет слишком близко хотя ты и так близко ладно давай сюда поехали хорошо встали гады хорошо да иронмен будет вообще жестким по поизучаем гренки вот все вот это вот лабуду так овервотч так давай протокол защиты на себя что мне не нравится позиции это раз тратит половину действия смогу и на на овер встать брэд окей конечно же овер тэй 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 тоже овервотч ну как короче как в прошлый раз делаем здесь аспирантом пока ничего делать не буду на маячок поехали бэск инициирует бада бум бэск бой ба бах разбегаются собирают оверы возможно правые не успеют дойти с укрытиями все значительно лучше чем в прошлый раз змея поползла но вряд ли она конечно доползет бах 4 хита бах минус змея ой минус мелкий бах ой как красиво а сейчас мы еще можем штурмашом сзади зайти к этому и порезать правда вот выходят эти паразиты все таки выходит выходит под горящую машину правда встали встал л один я тут в теории могу с бах 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 два маячка два маячка как минимум нужно как только вот появляется возможность сразу два маячка метка поставлена была на бэска сейчас к сожалению офицер офицер хитер бэс уворачивается фулл кавер но у нее хп еще с запасом меня больше беспокоят эти мечники да давай давай режь режь меня полностью о нет проклятие ну и этот мелкий сюда точно гренка еще одну закинем крит а минус 1 минус 2 неудачно ним конечно выбрали место короче александр маринина сейчас начинает работать мне не начинает наработать нужно подрезать аккуратненько так чтобы она прям прям вот давай сначала женька снимем пп нужны kills и таки она убьет этого точно не с этого выстрела так со следующего он давай с пистолем это один выстрел это 2 час будет еще 3 выстрел из пистолет и мы в теории можем оставить ей еще один а да есть я хотел бы как-то этого упыря покоцать это маловероятно и можно конечно гренку кинуть вторую даже еще лута набрать полуукрытие нет 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 погоди 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 погодим я не хочу вас опросить у него гренка есть можно сделать ранган его флангануть давай так сделаем это раз браток браток стрелять не стрелять стрельба такая никчемная может на овер лучше поставить депо сопрессим его реально плюс губер а голографическую надо было поставить что и несут или там голографическая ставится ставится отлично графическая метка сто процентов попадания раз братка уже 57 давайте я подойду сюда из пистолет постреляю то есть я его гарантированно уже убиваем вопрос только кем да давай так надежнее будет проблема в том что я не снесу у него ты никаким образом эти хп и с пистолетом но зато точно убью уже аспирантом бах красавчик просто красавчик минус 2 паком сейчас лучше берем перезарядимся это не все еще но не должны сюда подходить вроде как ой что там один урон что безликий что ли взорвалось так берем модифицированные те же самые бафы что и в прошлый раз ищи вышки чтобы поломать ты еще задачка ломать вышки зачем ради материалов и соответственно бафов каких-то да разве данные левушки мы сейчас попробуем опасным так девять мне рассказывают про то что цель нужно защищать но никого из врагов вокруг цели-то не нет че защищать он взрыв говорят а вот такие вот штуки можно ломать это новость ладно попробуем забраться взломать нет говорят так змеи змея слышал змею оооо это кажется десант который мы не увидели но который высадился сектоид бежит несчастный попадание три единицы по сектоиду и обычный этот ну бас побежали на меня давай 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 не трое их там трое 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 ну вроде тоже два мелких да 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 а где овервочи ребят че там по флангам по флангам одного точным но полу укрытием тут тоже фланги есть а я увижу его увижу давай сюда тогда бы искать кажется сектоида с фланга сейчас будем бить неплохо так 67 а спрант вообще резать может вот так вот фига был сектоид и нет сектоида и сам оказывается за полным укрытием что немаловажно протокол защита мне он можно кинуть потому что его могут флангануть можно даже двоечку сейчас женька снять только вопрос кого у нас же гарантированно шкода попадет если конечно у нее были еще цели женька попадет давай вот так и и поставим вроде она должна либо одного либо другого увидеть есть у нее руки молнии в 66 пробуем попасть раз попали отличным добьем гарантированно соответственно ей же его же из пистолетом из пистолетом мы можем не добить ну так все равно стреляй какая разница 66 ну не добьем запустим этого грэмлиным протокол нападения пошел на этого а защита осталась надеюсь вроде заст остался эффект бам два урона тут овервотч больше делать нечего павел кузнецов может стрелять но не думаю что это надо делать лучше овервотч делать бедолага побежал овервотч от братка мимо там еще овер у хэвиком у бэски меточку поставила 6 урона сделала но гарантирован 2 урона бы наносила так или иначе да все это все короче для того чтобы было стабильнее нужно делать маячки это прям маст хэвная вещь к сожалению я вышки не нашел пока ты братку очки не снимешь попадать не научится нет ну он же он попадает иногда просто просто да голограммы тащит если у меня сейчас есть еще труба без ликки я обязательно куплю еще один мейчер супер штука о повышение у нефанды нефанды специалистом так не докачивался далеко полевое вра а нет было протокол сканирования гремлин способен просканировать область увеличив за один ход на один ход поле зрения специалист обнаружив всех скрытых и замаскированных противников это против безликих помогает конечно полевое врача не использую в принципе вообще без оптичек играю как дурак давайте возьмем протокол сканированием других лава лапов нет модифицированные первые две перезарядки в задании не расходуют действия модификатор к оружию материалы и предотвратили ивенты от аватара значит здесь идет расчистка обломков нам нужно вот как семерка достроиться делать сразу некий модуль сейчас скажу как правильно он называется не скажу ну как достроиться сделаем в исследовательском у нас четыре дня до нового оружия до магнитного оружия опа аватар опять что ли аватар опять нельзя расслабляться уже твои валим разведданные разведданные то очень хорошо я полетел это важнее чем новобранцы и какой-то боец рандомный полетел я за разведданными почему африка не россия да это же рандомно магнитка сейчас доделается ну и магнитное оружие реалганы рельсотрон доступен магнитная винтовка картечная пушка это видимо дробаш магнитный пистолет и оружие гаусса новый предмет для исследования рельсотрон наконец-то взглянув поближе на устройство винтовки гаусса которые применяли силы солдат адвента убедился что мы можем разработать магнитное оружие наступающие по силе очевидный вопрос почему просто не использовать оружие адвента которые бойцы сопротивления нашли на поле боя несколько лет назад в одной очень-очень далекой галактики пришельцы начали интегрировать оружие что-то вроде технологии генетической верификации берешь руку сектои да и стреляешь как бы снились перчатку из из руки сектоида делаешь все эти генетические верификации не позволяет использовать это оружие чья днк не был заранее внесена в ее код понятно так магнитный пистолет обязательно снайперу надо дать пистолетному новый пистолет созданный на базе освоенных нами магнитных технологий представляет собой знаметное улучшение по сравнению со стандартным оружием окей картичная пушка это дробашь магнитная технология позволит использовать кусочки на планетных которые будут особенно вблизи магнитная винтовка усовершенствован аллог аналогичным же шерф продукт трофейные винтовки вскрытие копейщика мгновенно можно сделать дуговой клинок для штурмаша кстати оружие гаусса 14 дней всего а это видимо для винтовки снайперской два снайпера так что паски по деньгам то сплавы и материалы ох 100 материалов 15 сплавов за меч она пистоль сразу же нет больше ваших сплавов ё-моё как же дорого как же дорого один раз крафтит пушку на весь отряд прикольно сейчас на самом деле сделал просто два пистолета для двух снайперов ясно тогда хорошо я думал что придется еще потом восстанавливать посмотрим по бойцам нужно что наверняка оружием менять не магнитный пистолет сразу урон 34 обычный 23 эффективнее в отличие от снайперской пистолет требуется магнитный эффективно короче понятно плюс единичка урона фигня ухтут револьвер еще братку тоже пистолет на всякий случай а ну вот как бы и и выдан клинок сделаем дальше больше да как я его сделал мне денег нет сплавы пришельцев нужны так здесь мы возьмем разведданные можно черный в общем-то рынок слетать а новое исследование это идет я поставил уже поставил я рельсотрон поставил то четыре дня расчистка ок бабло то есть в есть нормально вроде сын есть разведданные что у меня по сплавам 10 штук может быть и стоит так спрос на трупы ядра эллирия но получается внеземные сплавы можно купить по дешевке да но это все покупается за за разведданные блин зря я сплавы сплавлял а сколько там на винтовочку нужно 24 на меч 1031 кажется 30 нужно на меч 15 всего на дробаш на клинок тоже 15 а вот на винтовку 30 так винтовка мне зачем если у меня винтовкой пользуется только только фактически специалист да надо брать картичную и договой клинок просто и все сплавы от раскопок будут с чего там сплавы там же материалы они сплавы короче я скину сейчас при общем раз за разведданные немножко этих на черном рынке 45 не трогай разведданные ли губ все даже перезаписываться не буду особенно после прочтения такого комментария инженерный производство предметов оружие учитывая то что дуговой клинок у меня бонус еще 2 единицы по клинку возьму его в первую очередь посмотрим сравним его с основным 3546 увеличенный крит и шанс оглушения появляется еще 25 процент что немаловажно особенно по целям типа безликих дробаш хватает же хватает просто я не хочу сейчас денег тратить и дорого получается уж лучше на гренку потратить там сейчас мне придется же делать спутниковый модуль этот не так бабла нет что я могу разведданные по получать могу чуть-чуть дробовик очень хорош я не сомневаюсь я объясняю почему я беру меч меч беру потому что у меня этот милишник прокачан так что базовый урон от меча еще увеличивается есть опа передала данная транспортной маршруте а это миссия господи напасть на конвой с целью захвата материалов да я только за вообще ребят я только за держите меня семеро у нас же были еще модификаторы я вижу пушки там серьезные такие ух хотел я взять еще вот этот вот спасительный модуль моя комментатор моя комментатор два трупа безликих у меня нет к сожалению эти создадут материалы давайте берем еще пушку в результате две светошумовые две обычные маяк имитатор персональные боевые модули что-то было вот что-то было точно а хп было но я так и не понял кому хп лучше поставить что здесь подвижность уклонения здесь и так троечка снайперу типа не нужно то есть ему нужен другой какой-нибудь модуль на точность например восприятие а здесь плюс четыре здоровья но отметка стипа персональный боевой улучшенное восприятие какое-то нужно хотя пока браток не получил может быть стоит и поставить потому что модули падают часто более это такой да давай сделаем так штурман оружие great на весь зачем у него же есть great а нет нет есть у нее меткость просто а можно второй модуль второй баф типа можно то есть я понял и тут до четырех видимо модули можно наставить на оружие когда офигеть как классно так меткость плюс 5 ну так себе в модуле нет говорит макс 2 зарядка при стрельбе да все чушь давай эту сделаю потому что там четыре штуки таких такая уже бригада прикольная чувствуется что идут вперед поехали говорят до трех кто-то говорит 2 макс потом говорят что 3 макс ну специалисты чего же взять что за задача давайте посмотрим ликвидировать и материалы захватить надо еще обязательно будет утецки подобрать посмотреть может поломать что-то можно будет убить так ну за нами тупик тут вперед дорога идет можно зайти и типа наверх, но я что-то сомневаюсь, что следует забираться на автобус, учитывая то, что там нет фулового укрытия. Тут, в принципе, как вы видите, укрытие сложно найти нормальное. Ну, а что ж поделать? Надо двигаться вперед, пока мы тем более под инвизом. Вай, как говорится, нот. Обратка я, пожалуй, поставлю все-таки. Он там не погорит по дороге? Или погорит? Ну, у нас же просто инвиз есть. Должны вроде... Вон, вижу отряд. Сейчас влево будем смущаться. Точно-точно. Стандартный пак, на самом деле. Но месяц не прошел, апгрейда, соответственно, нет. Поэтому я буду просто подходить. Тут укрытие больше. Толковых. Там, кажется, дальше еще один пак. Дивижн какой. Ну, иди сюда, иди. Так, а это что? Протокол сканирования. Аспирант должен вообще вперед лезть. Он топич. Просто топич. Он побежал, побежал. Ладно, давай сюда и сюда. Жалко, что Беско я уел в другое место. Второй пак вроде не так далеко. Сейчас посмотрим, куда второй пак идет. Братка я, конечно, подставил. Зря. Ох, еще не поздно уйти. Потому что поздно уже, кстати. Ай, тут ешки-матрешки. Не, еще не поздно. Ты же так не спулишь никого. Конечно же спулишь. Поэтому раз. Давай два. Поехал, поехал. Роди. У Беса подходит. Ок. Ты молодец, ок. Ты же все видит, гады. Так. Так. Че, все нормально? Да, только если они начнут разбегаться в другую сторону, я попал. А мне сейчас нужно действовать. Да ладно! Нет! Успели слангу обойти. Капец. Фейл, Михаил. Дамага! Найдите ковер! Ай. Паразоты. Просто такой фарш. Ну нельзя так было делать вообще. Я думал, не дойдут. Да ладно, это левый вообще пак. Изичный абсолютно. Изориентируем двоих наиболее опасных. Че гремлина не пустила сейчас? Протокол помощи бы сделал. Ну, бас. Ну да, ну да. О, нормальное местечко. Что надоит стрелять, поэтому... Вообще можно было голографическую меточку поставить. Стрелять с хэвиком к кому-нибудь. Хэвик уходит с линии огня. Видит он только копейщика адвента. Либо закинуть вот так. Там сектоит. Если он будет поднимать, он взорвется. Вот так вот лучше, чтобы еще укрыть. Никакой голографической метки. Кидаем гренку. Бум. Задача качать Тэй. В теории я могу, в общем-то, ей очень хорошо настрелять здесь. Только надо подойти, наверное, вот так вот. А лучше так, надежнее так, потому что я могу не увидеть. Давай, давай, давай. Подходи, не боись. Это раз. Бдыщ. Ну чего? Ну где урон-то? Ну ешки-матрешки. Ладно, еще разок. Дваз. Хды. Это был не лишний. Да, я понял. Тут 42, хрен попадешь. Но аспирант с дробашом не зря брал. Не зря светошумовую поставил, правда ведь? Мать-перемать. Куда ты полез? У меня есть несколько вопросов о своей последовательности действий. Первый вопрос. Зачем кидать светошумовую гранату, если ты можешь этих людей, и если ты их убиваешь реально сейчас, занимаешься тем, что их убиваешь? Где логика? Второй момент. Нафига бежать к человеку, который не представляет абсолютно никакой угрозы, находится под действием светошумовой, зная, что присутствует риск с пула следующего пака? Я не понимаю. Честно не понимаю. Сейчас надо типа метку кидать и надеяться на то, что вот эти вот барсуки, они сагрятся на метку. Этот нифига не попадет, сектой тоже ничего не сделает. Нормальная последовательность такая. Условия. Невероятные просто. Так, ну учитывая то, что вы обошли, давайте на Overwatch встану. Солдат Адвента дезориентирован, это мы видели. Все, кто их стреляет по иллюзии, это раз. Там два милишника в этом паке. На этот Overwatch, пашки, я рассчитываю, конечно. Давай. Да блин. Кто-нибудь еще? Там вроде нет больше Overwatch. Главное, чтобы этот не добил. Отлично. То есть милишник. Корчимбовая штука. Эти гранаты, они, их надо резать. Видите, что творят? Просто сейчас был бы реагарантированный, потому что я в любом случае терял бы своего штурмаша. А тут выстрел от четырех он поглотил. От пятерых даже, от четырех. И тут еще не в укрытии, пацаны. Из-за этого. Что против милишников? Ну просто шикардос. Просто шикардос. Взрыв. Хыдыщ. Бабах. Тут все подставились из-за этой. Вот реально все враги подставились из-за этой иллюзии. Я в шоке просто. Давай теперь правильно только. 82, да? Но в этом-то... А, у него нет больше дебафа, да? Погоди, нет. Глографическую метку стоит ставить? Или гранаты нанесят больше урона? Сюда вообще гренка на троих может зайти, поэтому я думаю, что стоит... Но я, скорее всего, не достану, если только не подойду вот как-то сюда. А мне не устраивает это сюда, потому что меня флангуют. Да и даже так я не достаю, скорее всего. Так, а что Тей? Тей стреляет из пистолета на халяву по-любому. Надеюсь, тоже вероятность очень хорошая. Ну, милишников надо убивать в первую очередь. И офицеры, на мой взгляд. Милишники и офицеры. Если милишников, то, получается, нужно все-таки подходить сюда и пытаться гренку закинуть. Бескет выцеливаться, пробует достать. Попадает, кстати, по двум милишникам. Офицера не задевает, но... А может ты еще до сектоида заденешься? Нет, до сектоида далеко. Ну, хорошо, тогда вот это раз. Просто ради урона. Тупо ради урона. Народа, конечно, многовато. Может быть, еще светошумовую у меня же была вроде. Да, у Тей была светошумовая. И есть. Так, аспирант может резать. Скорее всего, ему нужно будет сектоиды резать. Но только в том случае, если все попадут. Это чушь. И нужны вот эти вот пацаны. 76. Варианты другие. Подойти кинуть гренку. Не, забей. 76. Хорошо же, вроде. Хорош. Так, браток вырубает одного копеечка. That's right. All right. Тут мы, пожалуй... А вот не факт, что сектоид надо бить. Может быть, с пистолета стоит по этому пострелять. Сектоид, понятно, с критом, но... Блин. Этот товарищ весьма опасен. Это чушь. Вот это не чушь. Но прежде чем совершать ошибку, я лучше... Сделаю на аспиранто протокол помощи. Потому что он явно там будет подставляться в следующем. Протокол помощи на аспиранто. Квадрик полетел. Запускаем. Женьке я еще добавлял 5% к меткости. И она как раз благодаря этому сейчас... Копеечка адвента может и вырубить. Попасть по нему. Есть минус второй. У Тэй гарантированно халявный выстрел есть. Это меня немножко пугает. Можно, конечно, сделать run and gun. Можно пройти дальше. Но это же та же самая хрень, что и как... Ну, может произойти, как я пак спулил. Зачем? Зачем? Вообще, я могу сиктоиду убить. Так, сначала пистолет. По кому? По этому? Или по тому? 166. Не, давай лучше вот так вот. Реально, просто стреляем из пистолета раз и из винтовки два. На тебя. Да, из-за винтовки сто процентов, сорок процентов крит. Да нет! Ай! Отчего? Я не понял. Почему не из винтовки выстрелил? Видимо, я до этого двигался. Нет, не двигался. Короче, остался последний наш товарищ. Я его спрячу за полукрытием. И пойду с мечом фигарить. Хотя вот этот, видите, он... Сейчас дезориентация с него спадет. Да, снята дезориентация. И он может меня фланговать. Не хило. Держись! Три хита. Протокол защиты... А, не, он Хэвика стреляет. Хэвик, это по Беске досталось. У него укрытия нет. Да ладно, этот видит тоже. Это фейл. Да, зря я ее там подвел. Война градус горел только что. Я подал. Капец. И пробуем качать. 77. Но выстрел с пистолета не считается действием. Хотя, почему я этого-то не убью? Потому что из снайперской винтовки по нему штраф. Я могу четыре урона по нему не внести. Давай, хорошо. Хорошо. И сейчас из винтовки я, получается, могу выстрелить еще, да? Да, так и есть. Бум-бум. Резать или не резать? Ну, если я начну резать, то... Давайте браток попробует попасть. Если попадет, скорее всего, не убьет. И просто я его... Отлично. Я тогда... Тейкой добью я его. 66 точность. Нет, опять есть пистолета. А, руки-ножницы в откате. Нет, я... Подождите. Я думал, что там был перк Скорострел, что если первое действие пистолет, то он не считается. Выстрелить с пистолета первым действием больше не завершает ваш ход. У тебя же супермеч. Мне не нужна экспа штурмовику. Плюс это подходить нужно. Что-то никого не вижу больше, пока. Фойнелый. Перезарядка братком, подходим. А, не завершает ход, но тратит пол хода. Понятно. То есть это фактически только... Возможность там 2-3 раза выстрелить из пистолета, если есть еще перк соответствующий. Но есть еще следующий пак. То есть, их же 3. Тут лут, говорят, мой был. На мою пусть. На мою пусть. Так. Ранение серьезно будет. Кто? Где? Опа, есть овервотч. Двое. Бах, сразу нифига себе, как отстрелил. Из дробаша. Остался обычный лемминг. Халява. Нет, двое. Ой, бронированный. Там мутон. Ребята. Мутона вызывали. А он не в укрытии. Предлагаю сосредоточить свой огонь на здоровенном мутоне. Поставить на него голографическую метку. Это обычный лемминг. Плевать на него. Поэтому подходим. Бэской раз. Стреляем по мутону. Два. Гарантированно попадаем. Ставим метку. Снимаем армор. Три. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам. Минус армор. Два урона. Хорошо. Ну, она типа промахнула сейчас. Дальше начинаем докидывать. Докидывать еще. 69. Павел Кузнецов из снайперской винтовки. Раз. Три урона. Одна броня. Так, ты погодим. А я увижу там вообще его? Не увижу. И так не увижу. Только так, да? Да, не густо. Ну, а что ты? Что ты? Ты не может стрелять с этими руками. Потому. Ну, хорошо, давай тогда по этому 63 руки молнии раз. Ну, стоило догадаться. Дальше выстрелы с винтовочки по... По мутону. По мутону. Пол кавер там, блин. А точно мы не можем ничего никак. Я могу попробовать запустить сюда по мутону протокол нападения юзнуть. Всяко будет полезнее, чем на овере стоять. Женька послала квадрик. Он должен игнорировать броню. Но не нанесет бонусный урон. Так, у нас остается два товарища. И давай лучше ты этого снимаешь. А там мы с мечом побежим. О, лут. Давай, поехал. Ха! Аспирант побежал. Фига! Что? И вот как можно играть на Айронмэне, если ты не знаешь, что у мутонов есть такая хрень? Это называется игра и два дня для того, чтобы узнать один факт интересный из жизни мутонов. И начиная заново. Капец! У мутонов есть какая-то контрмера против мели урона. Жесть. Ну что ж, миссия заново. Подходим. Раз. Сейчас, подождите. Вот это нубство, пишет товарищ. На, тиф его. Ггв панубас. На, тебе еще тегом гг подписывается. Так. Так. Как? Я тебе говорил, тебе говорили. Так. Тебя предупреждали. Так. Так, так, так. 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 Все, притихли. Ай, тебе тоже, да? Хорошо. Так. Все нормально. Возвращаемся. Сразу смещаемся влево, потому что паки мы видели именно там. Братка сюда. Продолжение следует. Да, притихли. Хорошо. Возвращаемся влево. Видим слева врагов. Подходить ближе что-то мне пока не хочется. Помятуя о том, сколько там проблем. А давай тогда вот так вот вообще сделаем. Уйдем от... Уйдем от... Просто уйдем. Шалко, что полуукрытие, конечно. Ну что, прорвемся. Такой трайк хороший был. Все чистенько. Можно было даже не лезть на него. Подходим. Ну, я думаю, что надо уже агрить. Агрить, пулить. Овервотч, раз. Одна. Два. Три. Четыре. Пять. Поехали. Да я понимаю, что с Run'n'Gun я тоже мог его убить. Просто... Откуда ж я знал, блин? Про эту особенность милишную. Сразу убили одного мелкого. Это очень хорошо для овервотча. Тей стреляет. Раз. Не убивает. Браток стреляет два. Убивает. Ну и попадают. Отлично. Просто минус пак. Вот если аккуратно пулить, то вообще все замечательно. Первый пак уходит сразу же. Другой вопрос, что... А других вопросов пока нет. Все нормально. Ушел пак и ушел. Ушел. Ограничительное количество входов нет, поэтому... Поэтому все замечательно. Блин, они где-то близко. А вот они. Да, я спулился. Так, полуукрытие. Фулл кавер, фулл кавер. Фланги уже. Уже фланги неприятные. Фланги у аспиранта, главным образом. Да только у аспиранта фланг. Ну, эту голограмму можно, конечно, пустить. Но... В общем-то могу и отступить. Два милишных, да? Скорее всего, вот так вот мы кидаем. Раз. Убираем укрытие. Убираем укрытие. Снимаем у одного хп. Сейчас до голограммы попробуем решить этот вопрос. Еще по-другому. Браток. Или тейком. Так, тейп. Значит, братка сначала тогда. 82 раз. 82 попадания, 50% крита. Бах! Да ё-моё, Паша. Ну... Вот реально он какой-то неточный вообще. Вообще неточный. Раз. 81, тейп. Она вообще не промахивается. И снайперской винтовки по второму 91. Давай. По боям попал, но никого не добило. Но я, в общем-то, так и хотел, чтобы была возможность, например, модулем сбить одного. И принять уже решение, кидать ли модуль или не кидать. Но, судя по всему, придется кинуть. Потому что... Потому что аспиранту либо надо уходить, а это подставляем мы под... Ну, короче, я кидаю вот сюда модуль. По центру куда-нибудь. Ориентировочно отстреливаю. Хотя давай этого убьем. Зачем нам тратить гарантированный урон, если за 90% мы убиваем его и так. С богом. Если я правильно понял, сейчас они должны, учитывая то, что есть более приоритетная цель, пострелять по нему. Подставляется сразу же. Сто процентов сканер нужен. Ну, в смысле, не сканер, а этот голограмма еще вторая. Смотрите, как они подставляются. Они реально принимают его за... За настоящего и... Наиболее приоритетную цель. Даже невзирая на то, что там стоит еще отряд, который подставляет... Ну, и они подставляются реально. Под удар. Подставляются диким образом. Давай снайперское лучше. 93 Тея убивает. Экспа, экспа нужно. Это раз. Надо было... Так, а что у нас за тухит такой? Надо, наверное, фланговать человеком. Нехорошо выходит. Давай. И метку поставим. И попасть можем. Два урона нанесем. Четыре урона даже нанесли. Сейчас только нужно понять... Кого же дальше качать? Братка, скорее всего, да? Он с пистолета не достанет, скорее всего. Да. Давайте аспиранта тогда. Это будет фланг. Не хочу с ранганом бежать. Зачем? Тут и так вероятность с меткой. Сумасшедшая. Хорошо. И груз еще остался, кстати, цел. Перезаряжаемся. Тебе капитан нужен. Ну, Тей, вроде как и... Следующее звание у нее капитан. Надо сделать так, чтобы она убивала больше всего. Можно разведочку, кстати, сделать. Нет, псевника я не учу, потому что продал Иллириум и, в принципе, не сделал ничего. Ну, то есть я не могу исследовать пси. Я попробую этот... Одиннадцатый рыцарь так сделать в следующий раз. То есть первый выстрел пистолетом, потом руки. Ну, вроде так и так три выстрела получаются. Если ты захочешь. Просто сейчас не было смысла два раза из пистолета дополнительно стрелять. Я думаю, что это будет хорошо. Я не знаю, что выстрелите. Я Аликс. Ага. Работаем. Вот ему тон. Блин, он успевает добежать до укрытия. Капец. Как-то нехорошо вышло. Я думаю, светошумовую нужно просто мочить и все. И не париться. Только подбежать поближе придется. А так-то... Пофиг. Работаем. Мутон же живой. Здоровенный мутон. Поэтому мы накрываем светошумовой. Всех этих троих упырей. Первый приоритет, конечно, мутон. Конечно, Ж, как говорится. Опа. Не действует дезориентация на мутон. Сопресник, может, его. Капец. Не, выстрелить лучше. Чтобы еще два урона нанести. Слушайте, я не разрушил армор у него. Капец. А, действовать-то просто не зацепил его. Давайте еще разок проверим. Нет, давай здесь сделаем все более правильно. Первое действие. Выстрел из пистолета. Так. Так. Не считается за действие. Это раз. Второе действие. Это... А, нет. Считается. Что-то не том. Не понимаю, что-то я. Понятно. И гренку ищем. Да? Я смогу же гренку сейчас кинуть? Спасибо. Поехали. Опять. Да, дезориентация. Считается за действием, но не завершает ход. Да, я опять туплю. Sorry. Так, ну что же делать с вами-то, а? Ерунда какая-то выходит. Просто. Думаю, надо подходить снайперам кидать с гренку. Это полезнее, чем пытаться прострелить непонятно что. Да, только ты машину взорвешь. Поджечь можешь. Хотя, вроде, не задеваешь. Давай попробуй. Ювелирно только. Ювелирно. Паш, давай. Ой, все. Зажглась она все равно. Че, класс? Думаю, что мы перепройдем еще раз. Машина не подсвечивалась, когда я гренку кидал. Дезориентация работает. Да как? Дезориентированный мутон попадает. Нет. 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 Только не взрыв. Метку ставь. Попытаемся добить из пистолета тейкой. Вторая попытка. Ну, мне экспа нужна. Наедешь. Били мутоном. Дальше в теории должно быть попроще. Стреляем раз. Хорошо. Ой, рвотч сняли. И этого просто убиваем с дробовика. Ладно, давай с этого. С меча. Надо. Минус лут, ранение. Две штучки. На таком просто на ровном месте. Модифицированный прицел. Вот очень хорошо. Для бородка модификатор я как раз ждал. И восприятие еще плюс пять меткость. Наконец-то Пашу мы сейчас прокачаем. Осталось только дождаться две недели, пока он выйдет. И планшет Адвента. Очень хорошие бафы. Очень хорошие. Да. Надо посмотреть по дням, сколько там поранений. Да, ну и игра, конечно, очень... Ну, очень много инфы. Прям очень много инфы. Каждый монстр со своей особенностью это... По крайней мере, инопланетянин. То есть, тиктоиды, змеи, мутоны, безликие. Давайте левелап там были. Нет левелапов. Два ранения. Модифицированный прицел. Меткость на 10%. Супер. И еще плюс пять меткости можно добавить. Очень круто. Материалов 150. Элерия 30. И сплавов дофига. Слушайте. Только здесь дофига всего. Я смогу сейчас граидануть винтовки. Так, нужно срочно в центр технологии восстановления. Сколько будет восстановления? Десять и девять дней. Ой-ой-ой-ой. Такая беда. Что я могу сделать для вас, командир? Тут один день, и должны модули ставить. Тут-тур-тур-тур-тур. В партизанской школе есть только пара. Пара-баб. давайте тогда производство предметов сделаем все-таки оружие винтовочку по крайней мере она блин дорого не хочу я делать винтовочку 200 материалов и с ума сошли мне сейчас нужно спутниковый делать модуль еще материалы давай активные события в статусе полночные рейды адвента материалы сломанный грузовик есть расчистили и здесь мы должны поставить станцию связи с сопротивлением чтобы подключать новые регионы правильно это же первая наша станция а спутниковую с чем лучше состакать с центром военных технологий или с партизанской школы вообще есть таки какие-то мне кажется центром военных технологий скорее если есть какой-то стак я в принципе могу день подождать ни с чем говорят ждать не будем локи назначили туда он будет помогать в 16 дней и все будет ток спутник с воркшопом говорят там роботы инжей заменят лимит станции связи ну я надеюсь что просто в ближайшие там неделю как раз серьезных миссий не будет еще расчистили хорошо материалов получили покажи место бом-бом-бом мастерскую по центру можно запилить по питанию пока проблемы нет но будет но мы поставим здесь вот например реле питания зона испытаний нужно типа нужно электроэнергия мастерская стоимость обслуживания мастерская дает плюс инжа но в данный момент инж мне не нужен но на самом деле пригодится когда вот внизу придется копать эти здесь запилим мастерскую и назначили денисова будем ура помогать так материалы 180 разведданные 99 хорошо что не сделал эту винтовку черт возьми не хватило бы денег просто мастерская дает 4 гремли на победу 2 инжей только не миссия только не миссия вернитесь пацаны ресурсы собрали конец месяца сержант и доктор алена андронова это же кажется аспиранта жена нет 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 не аспиранты ли это алены андронова это лисориус это кажется миша лисецкого кажется я могу я просто очень плохо с минами это холли говорят это холли господи стук ален развелась вы знаете просто я прошу прощения холли если ты смотришь слушаешь мне очень стыдно бонус все включено 20 процентов и смотрим на ивенты через две недели пришельцы усложняют свою систему увеличивая месячные расходы на разведку активизировали в области строительства сократили время постройки объектов на 4 недели скрытые события не буду брать ох 388 материалов нет я не хочу этот один день дождаться окей окей и сюда сейчас за ресурсами слетаем там реально много ну 388 это же круто это жена ледокола да понятно опа задание разведанные материалы господи мне кажется нет не успели они вылечиться пацаны хотя может один успел да не успели видите по артстотский по 1 и 2 дня капец может подождать ладно у нас есть ты не фанда и аспиран берем с собой 2 гринадеров и не паримся а я же хотел модули персональные на точность братку конечно хотел можно винтовочку сделать сейчас же у меня бабло есть и оно будет да давай женьки соответственно берем на винтовочку цепляем шанс дополнительного выстрела блин жалко пацана прочитай биографии револьвера кстати револьвер а персонажи устали быть бобром охота мастер лигу вы попали по адресу что касается гранат 2 светошумовых 4 обычных и разведывательные поехали но это новый месяц я думаю что здесь будут новые враги прям принципиально новый ой с богом ну зато ты прокачается что сделать ликвидируйте вражеского випа захватите или ликвидируйте класс такого задания еще не было это видимо какой-то квестовый серьезный хукалавр а каким макаром я могу выйти в америку если у меня строятся спутниковые темы я подключил три региона дальше идти не могу обычно горит задание окей мы строили реле питания для этого мы очищали для этого вы прилип слайд шоу такое так окей ухты близко эвакуация сюда если захватишь дадут развед данные а как я его захвачу то нет методик захвата так в бой идут одни лемминги я думаю в первую очередь ну чё берем алиску вперед раз револьвер а подойдешь в упор появится кулак понял круто у вас тут все серьезным что не вижу никого эвакуация все очень близко о я вижу его я только что увидел потому что сразу в зону эвакуации тут вообще тупик я не понимаю где вообще противники тут бежать то господи пол хода а мне на месте дают 12 ходов другое дело уже дам так тэй 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 так давай сюда мы принять поползли пак из двух человек всего лишь но это далеко не все с полицы дальние точно сразу как только тут единственный full cover захожу раз револьвером подставить если честно под полу укрытием так женька 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 овервочи сюда аспирант сюда с овером ты походил уже да ясно овервочи точным овервочи точным протокол помощи на алискум и овервоч почему рева негр он должен как-то выделяться из общей массы не понял а где овервочи а я походил вот я дурын да так ладно хорошо инициируем первый пак оставляем аспиранту опцию ну ход ему оставляем в общем на случай если нужно будет леточку кинуть три урона зашло ну и все и понеслась короче они спасли нас пизд герой побежали герой револьвер ну не убей ты чего дай пацанам нормальным вот тейпу стреляет как змея смотрите по куда ты стреляешь вообще один промах слушайте ну я думаю надо делать run and gun для начала или уже кидать перед миниатюрный и ну а в один ход то я убью просто я вот этого хочу мочкануть но это будет фланг лучше кинут так ребят потому что по-другому я рискую неудачница он еще постреляет ничего себе доезжаешь купились теперь я смогу оторваться да это очень халявная штука очень халявная штука очень 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 какая эвакуация что-то несешь 93 69 давай попробую сначала снять так раз молодец все-таки даем потому что мне нужны да все в порядке не не кипиши это два 93 плюс 50 можно попробовать протокол сканирования юзнуть сюда а вот так вот давай ни разу не делал о ох и сразу увидели нифига себе а общий вид на них работает круто надо подходить да там офицер мечник и обычный надо сейчас светошумовую скорее всего докинуть пытаться до них по крайней мере до ближнего милишника и левого этого товарищем светошумовая есть тут и и унифанды женька предположим докинет хотя не факт попробуем подход подойти под фулл кавер хотя бы поэтому да лево мы должны фланговать еще третий по где-то такой эффект классный много звуки классные просто не нравится тут мы флангуем алиской возможно не стоит конечно этого делать чтобы леймингом не давать опыта но это неплохой ход так машину взрывать противопоказано то есть если кидать гренку то вот сюда для того чтобы просто постреляли отей ни черта не видит да кстати вполне возможно что не видит она из-за того что тут двойное укрытие которое а он стоит не у самого края поэтому давайте лучше гренку сделаем револьвером снимем укрытие и посмотрим помогло ли этом да помогло 81 помечнику да давай чем 81 плюс крит лисом за дэмэджин уже бак что повышение что ли такой звук был а нет это лут это лут это лут капец это же лут 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 там еще двое причем один из них офицер может быть мне нет это все ересь ах надо подводить аспиранта потому что он с ранганом молодец но проблема в том что подходить то некуда я могу подставить конечно леммингов ну хотя чё торопиться то подойди вот так вот сделаю овервотч сделаю овервотч и все там один офицер один мелкий но это же ересь просто хотя фулкавер стреляет по женьке по фулкаверу метку поставил гад овервотч это револьера скорее а талиски а талиски а талиски умница просто молодец еще был один овервотч от аспиранта хорошо остался один офицер может быть он и постреляет сейчас не будет стрелять так нам уже нам отправили уже перехать этих так я хочу снести укрытие с ранган я не попадаю не достаю здесь просто подходим вот так вот кидаем в него гренку да я понял понял кто это чтобы захватить випа подведите солдата поближе используйте задерживание надо пустить пацанов захватывать випа так тут уничтожим главным образом вот эти вот два укрытия мне нужно уничтожать постараться офицера пацанами справа убить там в общем то аспирант может да укрытие сняли хорошо перезарядиться или под перезарядиться увы так женька что может женька может просто попасть с вероятностью 85 подходить или не подходить вот в чем вопрос аспирант вообще наверное побежит сюда ну давай 89 с критом поехали блин да я понял неужели ранган юза но я боюсь третьего этого третьего пака понимаете хотя я могу подойти сюда для начала и там вероятность тоже будет топич 82 ну как топич ну постреляет чего уж хорош так быстро собираем лут и бежим к випу модифицированный лазерный прицел модифицированный расширенный магазин че он там так алиса бежит зря я так быстро подбегаю там еще может быть пака там утон ё-моё блин подставился капец просто флангом еще твою ж медь ну как так так чувствовал что еще третий пак сейчас он там блин и он так светошумовая здесь классным мы теряем элис не-не-не-не-не-не револьвер ты чё брось короче это лемминги в любом случае поэтому и алиску конечно жалко блин честное слово но что я подвел бы аспиранты сюда поближе чтобы он следующий ход смог уже на рангане влетать мутон валера поддержал ваш канал на сумму 100 рублей в очередной раз световую слил просто так лучше бы протокол им жахнул оставляя свет и голограмму наконец ой господи короче подставляю револьвера сюда попробую протокол помощи на алису ну мало ли там двадцатку как-то зарешает еще нет способов разрушения армора кроме гренок здесь мне нужно сейчас хэвик там отдыхает у меня сейчас точно будет смерти от этого не деться это фланг это сверх точность мимо алиска 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 ой 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 там машина горит такая подстава щас вид минус будет класс блестяще а у меня еще гренок нет вообще вот 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 Работаем Да забей вообще Статус Confirmed Target eliminated Надо брать свету шумовую Кидать врываться Штурмовиком Да поехали короче Сколько урона 6.8 без крита Давай 55 что будет крит 9 2 хита 1 урон О мы его сейчас дроидом Протокол нападением Ладно двух леймингов потеряли Вип потеряли Все потеряли Короче лут еще надо взять Стреляем Руки молнии Гарантированно Убьем левого Соответственно Ну может быть Нет лучше Да там выдержит все равно Давай лучше этого убьем Гарантированно Бах Там выдержит Там обычно выстрел Там Жалко Че ты не сделаешь Ну попадет Ну с ними Там 5-6 хитов Максимум А дальше я его Порежу Порежу Подкрепление на подходе Капец Подкрепление в зоне Эвакуации Вы не офигели ли Друзья мои хорошие Я мое Мне нужно лут Собрать здесь 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 типа подготовиться И вообще Зайти повыше Туда сразу же Капец Ладно На того забиваем Просто Берем лут Модифицированные лазерные Рошири на магазин То же самое Что было до этого Это просто И я бегу Ну вот так вот По крайней мере Здесь в любом случае Надо забираться Сейчас Чтобы эвакуироваться И чтобы светошумовую Кинуть туда Наверх Потом Поэтому я побежал Сейчас десант придет Да Такие миссии классные Конечно Три обычных солдата Что ли Это же обычные Ну я задержусь Тогда немножко Да Три обычных солдата Такие проблемы Что ты будешь делать Овервотч Да Что ж поговорим С тобой тогда Я могу Овервотч Штурмовиком Снять А я не смогу Свалить Нет Вот этот ход Не смогу Ну хорошо Тогда Надо бы сделать так Чтобы фланг Не работал Светошум Только на двоих Ну в принципе Это неплохо Только я с фланга Да То есть мне нужно Вот этого товарища Убить В первую очередь Ну и не подставляться Под этого Короче Спокойно подходим Убиваем Раз Ооо Мы могли бы Да забей Это раз Дальше ориентировочно Вот это два Да Не не поэтому Слышишь Вот поэтому Молчать Всего на одного Лицо Снайпер Уходит За кавер И кидает Свето Свето Шумо Светошумовую Цветошумовую Ну короче Убираем У них точность Убираем У них мобильность Понятно Что фланг Но это По точности Штраф будет Но я не буду Здесь Не буду здесь Изориентирован Подходит Полуукрытие Будет стрелять Ау Убируешь Бедолаги Понятно У меня три хода Осталось Пацаны Ладно Я захожу Спускаться уже Естественно Не будет Никто Может Эвакуироваться Лучше Так Ну здесь Не Надо подождать Еще Полуукрытие Фланговать Может Может Сто процентов Из пистоля Так Может Постреляем Постреляем Раз Неплохо Пострелял А можно Еще разок Пожалуйста И запускаем Протокол Нападения Готова Ну видите Лемминги Сдохли А А пацаны Которые Достойно Они тащат Просто Просто тащат Пошла Эвакуация Аспирант Сейчас прибежит И все Да можно было Конечно Значительно Лучше Чертова Машина Загорелась Главное Он промазал Промазал На овервотче Попал В машину И Машина Взорвалась Ну и как ты будешь При следующем ранении Проходить миссии Ты крайний на один Сейчас двое вернутся Один и два дня У них И тут ранение Не такое Которое у тех было То есть там Я думаю Дни Пять ему отдыхать Повышение Повышение Вроде не было Увы Убита 27 Убита 33 Нифига себе Такие они Так Десятка Точность О нет Это повышается Вероятность Критического урона 10% Чем ближе Тем выше Это вообще На дробаш Нужно ставить Ликвидировать Випа адвента Однако Труп не может Предоставить Информации Глобальные эффекты Проект аватар Достаточно солдат Так Давайте я реально Возьму сейчас Бойцов Возьму 11 дней Будет асперанто Отдыхать Капец Может рекрут Реально взять Реально 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 Повторяюсь О Дмитрий Филипчук Это же Димага Материалы Мне сейчас нужны Станислава Друнина Мантич Тут попов Антон Беляков Мария Шишина Орлов Лисецкий Михаил Похож Сергей Родионов Сережа Так Я не могу Сейчас тратить Бабло Потому что Бабла у меня нет Я пойду Конечно За этим За Ой Ой Что еще На штуку Да Жесть Да еще Ресурсы Не сейчас Погоди Еще Инш У нас Дома Ну вот Нужно вот эти Вот материалы Взять Три дня 388 Да ладно Расчистили еще одну зону Делается станция связи с сопротивлением 7 дней Надо ехать Уничтожать Лететь Уничтожать Будет после Присоединять регионы И миссии квестовые делать Здесь я бы поставил второе реле питание Потому что Вы видите Энергия подходит К концу Ледокол будет Там работать Четыре нжа Один работает На восстановлении И Уткин Игорь Это оружие Гаусса В общем-то Неплохо Давай Бойцов Парочку возьмем Так 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 Дмитрий Михайлов Беру И Давайте Мантию Еще дадим Второй шанс Дальше Вооруженную Партизанская школа И Дмитрия Михайлову Кто мне нужен? Два снайпера есть? Хороших Штурм у меня только один Может быть Дмитрия Михайлова На рейнджера качать? На второго Спец тоже вроде с запасом был Рейнджер Технологии Так я зафейлил Предпочитает шортики боевой броне К сожалению Это противоречит технике безопасности отряда Икс Ком Занимается подпольным дубляжом радиопередач Адвента Алена Андронова Холи Берем Предпочитает шортики боевой броне Я помню где-то Кажется на прайме На каком-то была тема Качественный контент А она с нами Лол Отлично Не, ну как бы Тут большинство любит шортики Берем Потому что сразу звание Дорого, конечно Что ж поделать Давайте посмотрим Что там за специалист по сути Но я скорее всего тоже Агрессивно возьму спеца Чтобы урон наносил Да вернись, ты слышишь Так, оружейное Бойцы И Бессмертный Дмитрий Михайлов Да Взлом Протокол помощи Протокол нападения Я не хочу протокол лечения брать Мне протокол нападения больше нравится И Дальше еще протокол блокировки Офигеть Вот это лава лапчик сразу же Я ей сразу же И персональные боевые модули Да Нет Погоди это вы Погодите Персональный боевой Братку же нужен У него какой персональный Здоровье А может не стоит Мы ему можем улучшения на оружие кинуть Но Мы же заменим сейчас оружие Короче Ждем сейчас как исследование завершится И ближе к миссии уже начнем Вытворять Так Можем взять Инжа За 7 Но мне кажется Мы в любом случае Не Да Ладно Лететь то некуда Оружие Гаусса готово Что это такое Магнитная пушка И винтовка с системой Гаусс Так Вот Похоже на снайперскую винтовку Винтовка с системой Гаусс Раз И магнитная пушка А это Хэвиковская пушка Очевидно Так Ну что Пси технологии Или вскроем что-нибудь Вообще Можем Шифрование пришельцев Тогда получим разведданные Они как раз там Необходимы сейчас Чтобы лететь И новые эти подключать Посмотрим сейчас Что за пушкам Оснащение Нет Это не снайперка Нифига А я же должен был Купить ее сначала Да Производство предметов Да 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 Господи Как дорого Либо то Либо другое Ну точно нужно Снайперку брать Потому что у меня два снайпера И всего один тяж И они-то стреляют Постоянные снайперки А Тяж-то стреляет Чтобы метку поставить Ох Как же Прям по-живому режут Шесть баксов Осталось Это просто Это просто Ладно Во-первых У нас появился Модуль На пушку Гаусса На новую Да Первый приклад Урон при промахе А второе Ой, второе Жесть Второе Жесть Это либо меткость Плюс 10 Размер магазина 2 плюс 3 Тоже классная штука Что у нас там По меткости вообще У тейки Тейки 93 Хорошо было бы повысить Конечно же Прикольные пушки сделаны Но у братка Кажется все хуже Значительно Да, у него 82 Ему можно конечно Персональным модулем Подтянуть Точность Но здоровье просядет Хотя ему пофиг На это здоровье Потому что У него Он с общим видом Поэтому персональный Боевой модуль Ставим меткость Пятерочку Улучшение оружия Шанс мгновенного Убийства И Давайте ему точность Поставим все равно Пусть будет Еще десяточку Точность Да, потому что Тата стреляет С пистолетов И ей эти модули Не так важны А вот ему На овервотч попадать Это будет круто Конечно я поставлю И Тейки По улучшению На оружие Но Возможно даже Шанс крита Я хотел на дробаш Поставить На дробаш Шанс крита Штурмовику Топич будет Мгновенная Перезарядка Топ Для снайпера Окей Верю на слово У аспиранта К сожалению Ранение Я не могу Ему дать Повышенный крит Пока миссии нет Живем В инженерке Любопытно по времени Что там Шесть дней Станция связи С сопротивлением Через шесть дней Сможем тогда лететь И подключать Три новые зоны И двигаться И пытаться Основить проект Аватар Раз Два Миссия Получается А может быть Пока не поздно Лететь вообще Направо Это кажется Далеко Мне короче Через Южную Америку Лететь В Австралию Через Южную Америку Короче Просто дичь Отмени реле Инж В реле Дает плюс пять Зачем его Отменять Что вы туда Хотите построить Вообще И зачем Она уже Построилась Наполовину А если Типа Инжап Я понял Ой Не то Так Как его Отменить Зона испытаний Говорит Строить Надо А как Вот Менять Это вообще Чудило Поддержал Ваш канал На сумму 300 рублей Майкер Добрый вечер Этот рай Еще можно Спасти Отмени Пожалуйста Реле питания Не засуни Нинджея В первое Реле Что даст Энерги Вместо Этого Строй Квестовое Здание Иначе Гуф Строительство Отсеков Зайди А Я понял Да Квестово Это зона Испытаний К сожалению Мне не хватает Бабла На зону Испытаний Шесть Я видел Таиген Смешивая В один из Коридоров Я не уверена Что он даже Понял Брад Да Сейчас На сером рынке Попробуем Продать Ненужные вещи Посмотрим Что пользуется Спросом Главное Трупсиктоида Вот Трупсиктоиды Это пожалуйста Трупсиктоидов Это Берите Подавитесь А что Что дает Это здание Это здание У нас Зона Испытаний Недостаточно Энергии Но сейчас Я инжа Отсюда Уберу И энергии Хватит Скорее Скорее всего Надо будет Еще одного Уинжа Убрать Из Зоны Испытаний Экспериментальный Рабочий Где Шень Может тестировать И изготовить Новый Боеприпас Мы строили Уже Его Окей Это Мастхэв Так Давайте Мастерской Пока Остановлю Пусть Боневур Хотя Мастерская Наоборот Теоретически Даст Бонус Когда Достроится Возвращаю Боневуру Сюда И у меня Есть Инж В военной Зоне Действительно Раненых То у меня Нет Игорь Утки Забираем Отсюда И ставим Его сюда Попробуем Имжа Все-таки Достать Вот в этом Форте Ну видите Аватор Три Три Штуки Я в любой Момент Могу Гуфнуться Есть Посмотреть Цели Так Разведданные Сложно Материалы Материалы Повышает Стоимость Развед И ЮАР Инжа Дают Уменьшает Время Строительства Вот это Наверное Надо брать Инж Нужен И Времени Может Выиграем На На Четыре Недели Это Кажется Топич Полетелем Потому что Строительство Объекта Это еще Плюс Один Ну что Ребят Готовы Два Снайпера С продвинутыми Винтовочками Есть Нет У нас Замечательного Штурмовика Но Появилась Новый Саппорт Это Холли Холли Молли Да 11 дней Да Тут Круче Круче Не Не Придумать Давайте Ей Докинем Улучшение На оружие Шансы На дополнительные Потому что Есть В двойном Экземпляре Улучшение Критурона Я пожалуй Оставлю Размер Магазина Окей Берем Моя Комментатор Есть Ей Потому что Аспирант Без Него Светошумовая Светошумовая Две Гренки Для нее Обилки Мы ее Раскидали Уже Обилки Два Снайпера Классные Я там ХП Убрал Да У братка Да Поставил Меткость Меткость 87 Плюс 10 Топич Просто Ну в смысле Отлично Просто И Тейкиш Тоже Накинули И пушку Заменили Добавили Кажется Что-то Вот В пушку Персональных Боевых Модулей Больше Нет Да 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 И да Два урона Два урона Общий вид Много выстрелов Из пистолета Защита Защита Гренки Голографическая Метка Разрушение Армора Полетели Ой После того Как Шкала Заполнится Вроде как У меня будет Еще месяц Но Мне нужно Эти объекты Уничтожать То есть Для того Чтобы уничтожать Объекты Нужны Ну в общем Уже становится Более-менее Понятно Что нужно делать Ликвидируйте Всех врагов И Что там Еще раз Добыть файл Анализ Плазмофильтрации Воу-воу-воу Кто такая Бесса Это кошка Наша кошка Тяжело будет Без аспиранта Он С дробашом С милиуроном Хорош Прилетаем В Город Густонаселенный Осматриваемся Сектоиды уже По двое ходят Ничего себе Так Есть во-первых Эстакады На которые Можно забраться Это раз С нее Уже неплохо Можно просматривать Чуть ли не до самого конца Карту Сейчас Сейв Сейчас четенько Вообще Все Хоть сейв и делаю Но Прямо Прямо Как в последний раз Конечно Нет Алена 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 Так Забраться бы Без проблем Давайте С Бески Начнем Восемь ходов Ё-моё А никто Запрыгнуть Не может Туда на пол На целый ход Фиг вам Рискую Подходим Опа Сразу Мэг Тебе Сразу Тебе Два Милишника Офигеть Может Для взлома Что есть Ну Мэка Мы точно Будем Пытаться Взломать Специально Двух Специалистов Ты взяли Для этих Целей И это Как раз Мой Чуть ли не Звездный Час Что Ха-ха Мы же Такой Хаос Строить Нет Сначала Не ты У тебя Маяк Который Отвлекает Лучше Подойти Женьке Сначала Это не Милишники Говорят А чё У них ХП Много А это Просто Просто Стандартные Но Типа Продвинутые Посмотрим Что мы Сможем Сделать С этим Мэком Адвенты Но В лучшем Случае Мы его Деактивируем На пару Ходов Я полагаю О, не Неплохо Ну то есть Вероятность Выше Чем раньше Планирую Оглушить Планирую Оглушить 60% Все дела Но Не сейчас Это же Мы не потратили Ход Правильно Правильно Айва Кузнецов На овервочи Так встанет Атейс Скорее всего Подойдет Поближе Подобраться Овер Беска Тоже Овер Блин Может не овер Может сразу гренку кинуть а а потом уже его да реально почему бы сейчас так не сделать а потом мэка деактивируем да отлично очень так урон я хотя бы нанесу большему количеству людей работаем баба минус броня 4 3 по леммингом разбежались встрепенулись собрались это и стреляет из пистолета раз ох мэка сразу добивание сработало это ваншот добивание 10 процентов что с одного раза и сразу по мэку добивание это скиллуха это не не лак это это просто скиллуха поперла так ну а чё мне эти вообще нужны упыри могу дезориентировать обоих могу добить я думаю кого там такой урон капец 66 64 мне не нравится здесь полу укрытия я лучше сделаю светошумовую надо сделать такое чтобы достала по обоим хрен из 2 тогда не надо тогда придется терпеть точно да попадешь я знаю так вот ахолли ладно дадим ей шанс ладно остался один враг далеко не самый опасный без меток без гранат без вообще все побежал за следующим паком судя по всему на крышу и судя по всему мне как раз туда и нужно забираться слушать у меня же ходов то не так много короче язык захожу беской она как раз стоит у входа на эстакаду смотрим где он там сиктоид полеем скотином к паку меня привел это спрыгивает ну ладно пак не такой серьезный там всего два человека милишный и сиктоид ох фулл кавер здесь багренку кинуть конечно обойти а этот упырь сидит я попаду конечно по нему два урона нанесу но я сейчас уже другая проблема во первых братка видит и у нее нет кавера мне кажется что нужно то и подходить этого мочить просто руки молнии и какой светошумовая это что это раз где крита ё-моё как я тебя не убью ведь неверно ладно допустим сиктоид эта чушь да допустим давай подойдем сюда кинем обычную гранату павлом кузнецовым для того чтобы смогла добить тэй лично давай пистолет шестьсот пять хорош мы гарантированно то и добиваем экспо 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 холли может закинуть дроида если заберется наверх таким образом поможет хэвику того добить то есть хэвик здесь кидает гренку это три урона получая а он упадет же просто тогда проще он же просто упадет бэск стреляет гренку рушит не только врага но и нет так просто не разрушить хорошо строили не то что у нас у нас я бы просто так от резины появляются тут прям серьезно всем протокол нападение запускаем и остается один сектоид в принципе не очень опасный враг особенно если он начнет делать какой-то чушь типа ну типа зомби понять это не там фулл кавер я overwatch сделаю если двинется что у нас будет больше урона по нему ай но лучше за полу укрытием это раз да и поднимает зомбаря это чушь встаем 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 красиво черт возьми а так ты может стрельнуть и снайперский поэтому но я хочу все таки как-то пострелять по сектоиду в надежде убить у него укрытие пусть даже женька не попадет попало ее мое ну тут сам бог велел ты и пытаться и снайперки попасть эти погоди а сколько там жизни то у него 4 до вряд ли плод давай 73 это хорошо давай блин косяк нафы 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 не будем учиться или будем да будем зачем гренку тратите хорошо минус 2 браток повышение будь что ли получил уже поражишь смотри еще зомбаря за 1 забрал так на сейчас я лезть пока не буду потому что там еще один пак ходы у меня вроде есть да не боись иди у тебя же есть маяк кинешь если что видишь все хорошо я бы братка наверх закинул это топич с общем-то видом зарядиться бы ну ходов маловато чтобы еще сейчас тратить на перезарядку хотя вроде у кого-то там мгновенная перезарядка но не у нее чем полим не полим не хочу не хочу пять ходов вот она уже вот 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 пожалуйста у снайперов кажется зарядка давите снайперов халявная зарядка я прислушивался справа что ли справа похожим так холли идет вперед никого и вроде как надо лезть ну надо лезть ой не надо ой не надо м-м ну где же вы вот 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 хорошо не полез овервочном вижу сектоида промах по нему скотина 3 сектоида как в старые добрые времена ребята но верну овер я же не зря вас тут оставил то давайте попадаем 1 6 метку поставил снайпер сверху блин такая кинематографичность классный минус один браток на позиции жалко мнение товарища с мячом все будет все будет сейчас семьдесят семь ок конец гренка в общем братка как неудачно получилось но я думаю надо подходить полностью холли и давать ей ну кидать народа я понял сейчас все будет а кого я с фланга обошел ты с фланга а ты не в конце ой все ну хорошо тогда ай вот тут дальние бесит потому что мне штурмовика нет я туда не ворвусь никак этого допустим тс хотя нет почему я этого как раз и выношу а может быть все таки братком спуститься гренку кинуть по нему там миллион постреляют этого с ними в один ход учитываться и укрытие тут миллион людей постреляют чем ты не факт что ты укрытия снесешь таким образом что все будет довольным это да это правда ладно проверим зависит многое от того сколько снимет и попадет ли вообще браток твою шметь 77 промах давай тогда вот так вот так давай стреляй 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 с пистоли не верещи еще разок дайте выстрелить пожалуйста может быть и не стоит поэтому стрелять это была меткой сначала стрелять поторопился я не убью его а ток все равно должен стрелять но если крит пропер мог убить надо остался один тут подходим делаем сапресс тут кидаем вот так вот галлюцинацию голограммы точнее и а давай просто постреляем как бы все равно два хита нанесем да и и меточку с этого надо было начинать поставили бы меточку все было бы хорошо там было бы шанс у братка не 77 87 сектоит верещит повелся на этого упыря не настоящего все это все что ты можешь по морали провалился я понял предлагаю сломать сначала терминал чтобы чтобы не рисковать так сильно причем у нас есть опция сломать его несколько раз дважды снижает стоимость контракта с ближайшим регионом очень актуально кстати давайте попробуем контакта разведданных надо будет мне вот как раз вот это вот нужно 50 на 50 ес фух отлично была страховка если что ну вторым там как бы сюда сейчас добьем с проблем браток правда не алё придется спустить я бэски поставлю метку голографическую снова ну и пару хитов сниму гарантированно о даже больше чем пару сейчас надо будет ты и добить там осталось так кот наплакал хитов 88 до 88 до изи чё пистолет огрыженный готово класс просто класс повышение яс капитаны кажется далее что еще не все так а ну-ка а ну-ка внимательно опа мутон твою шметь и двое ох двое с мечами попадание отлично 3 сейчас нужно светошимовую кинуть один с меч или или там один с мечом кажется один с мечом так сейчас внимательно не торопись патронов тебя нет нифига этот с мечом этот обычный до все это шумовая светошумовая есть у александры марининой как заденем что заденем мне бы этого и того нет не получается может быть снимем стеночку снайпером там как раз гренка есть у него патронов как раз нет если я могу перезарядиться и и я не докину гранат в таком случае да не докину это понятно уже и езжу не торопись не торопись так беск скорее всего будет стрелять куда там стрелять перезарядка но она перезарядится и будет нет этот не так опасен этот тем более мутон мутон я мое метку поставлен за фулл кавером а граната мне нет капец светошумовой нужно мутоны терпеть от этого а я могу вторую светошумовую зарядить у меня ж у женьки еще светошумовая есть короче ты сто процентов по нему снимаешь еще единицу армора ставишь метку голографический снимаешь два хита ничего не сняли так ты 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 тебе бы отойти так чтобы гренка от мутона не залетела так тебя флангуют подставляет тебе вообще не хочется особенно после повышения звания как бы мне докинуть светошумовую чтобы скорее всего отсюда в любом случае full cover нужно работаем прицеливаемся светошумовой задача закрыть вот этого года конечно можем закрыть мутона тогда чисто в теории ты может закрыть того левого да может то есть две светошумовые у нас вырубают двух наиболее опасных пацанов это минус мутон капец какая игра классная я еще только начал из ориентация пошла раз здесь закидываем находясь под фулл кавером второго ход бы продержаться ой двух дезориентировали шикардос так охранного может поставить а можно поставить и охранного и дефенс накинуть дефенс на кого дефенс на беском шкода а урон помутону потому что игнорировать броню будем поехали протокол нападения активируем квадрик полетела и вроде это последний ход а нет есть еще овервочу братка я его оставлю так пусть пистолетный но как бы пусть будет с богом дезориентация на всех троих работает овервоч отлично это пистолетный овервоч забей но это точно добежит смели да забей нереально full cover дезориентация там 6 процентов наверное у него есть ну и тот зачем сделать стреляет тоже о потому кто под полу укрытием но там же протокол защита работает класс пережил ход так 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 сейчас будет попроще потому что во первых у нас работает значительно большее количество народу беска шкода скорее всего отойдет от возможной гранаты мутона убеждаемся в том что мы по нему постреляем в любом случае мне нужно муту по мутону продолжать мочить поехали умер в очи сняли тут есть еще один протокол скорее всего женька протоколить будет во первых есть защита нужно поставить на кого-то бежать скорее всего будут на тэй милишный будет бежать на тэй а дезориентация же будет еще работать ладно все равно протокол защиты я на тэй потому что она ближе всего будет после этого пустим еще одного дроида на мутона два хита снимем и тэйкой можем добить второго протоколу не будет как не будет протокол нападения кто там такой эксперт гиби ровно штат символов рейс экзекьютор экситиум а дезориентации не будет это плохо это очень плохо капец что делать тот же побежит на меня сейчас это то ладно чушь что двумя протоколами мутон не убил протокол был только одного специалиста ладно реально кто опасный опаснее мутон ну стреляй по мутону просто и все что ты паришься я могу его гренка убить кстати гренка то лучше по этим по и там еще холи постреляешь договорились поехали да и стреляет по мутону а там один гарантирован у кого двойка гарантированного урона капец а вот модификатор можно прямо здесь смотреть да броня поглощает видимо но хотят мне было написано что броня поглощает короче мне придется видимо тратить броньку смысле гренку на этого проблема главная в том что я подставляю братка таким образом под милишника либо я выставляю его без укрытия можно попытаться конечно взять и на шару попасть холи 40 процентов почему один раз из винтовки что гарантированный выстрел и столь не дает из-за давай попробуем 40 процентов вдруг попадет нет теперь все теперь я просто вынужден тратить гренку скорее всего делать это отсюда и то не факт что достану она с богом братка подставляю и такое убожеством ну и ясным это капец мутона один хит и я его не снимаю никак просто никак сейчас милишный добегает мутон скорее всего гренку скинет это просто удаляет овервотч да ты умный фланг фланг протокол защиты спас спас ты держись главное чтоб сейчас милишник не наделал делов овервотч а отвечает же она еще да не то не так ответил надо было поубедительней ай 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 cinка ничего страшного две единицы для большие вообще забей ооо это просто супер просто супер кого мы и как убиваем это нет я хочу сейчас максимально а хотя не не обязательно сейчас ты максимально убить сдавать она же прокачалась правильно так давай все-таки убьем мутона вот прям вот прям вот убьем мутону давай баска 3 процента попадешь overwatch сняли мутона убили дальше проще значительно проще я предполагаю что надо мочить выстрелами с пистолетом выстрел с пистоли 1 выстрел по белке 2 да ё-моё где криты и выстрел с пистоли 3 да конечно грязь просто грязь здесь флангуем просто и мочим здрасте как ваше ничего о лут поднимай скорее это второй лут кстати здесь за это за эту миссию это кстати с первого трая с первого трая расширенный магазин и лазерный прицел ранение одно есть но там на два хита это чушь а не ранение справились больше всего урона тэй нанесла и еще числа в лап и мы сейчас шестого человека с собой на миссию будем брать шестого шестого это круто только денег нет а так все хорошо все довольны такие улыбаются браток такой в очках не попадает никогда есть смотрите 36 кинсов повышение 1 на 1 выстрел с пистолета один раз по каждой видимой цели сейчас банан настрелялась один на один перехода перезарядка способность раздача лучше все работает но из позиции в гуще боя короче снайпер с пистолетом идет как макри в этом в овервотче выходит против шестерых такой тарадам и ваншоты такие но тут в зоне поражения the zone это снайперская для винтовочки ответный выстрел по противнику который пытается двигаться еще раз зона поражения дает возможность стрелять только смертель столько смертельных выстрелов сколько позволит боекомплект она предоставляет общий вид даже если у снайпер нет способности дальнего наблюдения и еще снайпер нужно было наверно по другому качать короче это точно нужно братку если он будет ваншотать то это не будет считаться как действие а с расширенным магазином можно сделать пять киллсов а если быстрая перезарядка то не вряд ли ну короче да это не тэй точно тэй мы берем один на один 95 меткость она будет просто уничтожать ей бы еще здоровье добавить расширенный магазин на единичку и здесь крит на пятерку обломки артефакты разбор мэка им жадали хуанита морена я уже думал что это ли цифрон какой-нибудь педро морена дюран так ладно значит я предлагаю нжа закинуть в пока не пришли в себя после ранения бойцы у одного же ранения два ранения шкода и аспиранжи еще пять шесть дней вот переучивание просто бабло нет research is proceeding as plan commander new orders commander biggings are slim but i'm hoping we find a few партизанские действия сопротивления заинтересовать подожди инжан наверное я должен сейчас за это самое забрать тем более что станция связи будет сейчас готова мне вообще сюда я не успею короче мы берем инжа и летим налево а что школа какая разница школа сми 11 баксов чё в школу-то заходить смысла нет раз два три зал теней какие то что какое там исследование шип шифрование пришельцев зал теней новый отсек позволит доктору расшифровать наиболее ценные секреты пришельцев давайте псих технологии наверное да пора жужж пришельцы усложняют систему шифрования расходная развитка сто процентов инженер пришел не надо было лететь зачем вернуться то что я несу вообще надо на черном рынке продать сейчас будет прежде чем лететь сейчас накинем второго инжа расчищать завалы скажем вот сюда вот первый инжа а потом на черный рынок ну и нам налево на час лететь сейчас достроится модуль этот и все и полетим а что труппсиктоиды ядро иллерия планшет адвента труппсиктоида ядро иллерия нельзя продавать давайте посмотрим сколько у нас в школе офицеров здесь стоят бафы дополнительные партизанские действия это очень полезный бонус так я не успею тогда зона открыть справа короче партизанскую школу смотрим новые тактики размер отряда 150 здрасте смертельный выстрел дополнительный 10 процентов к шансу нанести врагам критический урон для двух снайпов ну размер отряда топич конечно топич 150 где взять деньги так продадим иллерии он вроде в ближайшее время не понадобится размер отряда у нас теперь теперь можно его увеличить о дмитрий михайлов стоит стей общается подкатывает смотрите вон реально манекены сектоидов димка димка не то продал а это было я понял все очень плохо ну что станция связи готова сейчас будет а как прокрутить чутка ну хотя давайте в штаб слетаем немножко подлечимся еще вот сделали можем подключать так что у нас станция связи с сопротивлением если инженера увеличить количество контактов отлично то есть сюда еще инжа можно закинуть но я пока ради расчистки инжа вниз поддержал ваш канал на сумму 100 рублей миша у второго скилла на снайпера кривое описание эта способность позволяет указать конусовидную область примерно с углом в десяти градусов любой объект который будет двигаться шевелиться думать или пить чай в этой области получает такой же выстрел как от простого авервача я понял круто ребят давайте вот в новую бразилию наконец полетим капец капец прилетел я мою все я Scanlon я в новую байку я я в новую байку я Так может тогда в штаб сопротивления слетать? Разве данные там фармить? Строивышку в соседней зоне. Бабла нет. Что за партизанские партизанские действия? Пацаны восстановились. Все технологии, все лаборатории, все усилители. Планшет. Могу дать данные. Понеслась, короче. О-о-о-о. Еще один. Короче, вы понимаете. Так, а с Европой сколько? А что я с Европой не устанавливаю? Короче, сюда и летим устанавливать контакт. Да все нормально, инженеры. Докинемся бы итог. Да, вы издеваетесь. О-о-о-о, блин. Отлететь. Да, она продавала разведданные, это зря. Сейчас мы сходим на миссию. У нас шесть человек. Беска здесь. Два снайпера, два спеца. Шикардос. Модули. Дмитрий Михайлов. Улучшить себе оружие. Он штурмовик. Поэтому я, наверное... Ой, стоп. Я Аспирант уже хотел крит улучшить. Вот он. Классная, конечно, игра. Прям классная. Так, может, оставим тогда? Не будем брать Дмитрия Михайлова. У нас тут холли хорошие. Тяж есть. Два снайпера. Штурм и два спеца. Светошимовые и обычные гренки. Я бы, конечно, знаете... Братку бы вместо вот этой гранаты толкнул какой-нибудь сканер, например. Или светошумовую. Да. Вот Женьке заменил светошумовую на обычную. А братку... Сканер особо не нужен, потому что Женя, если что, просветить может. А ему лучше... А ему лучше... Светошумовую. Так, а холли у нас получила профессиональные. Да, и улучшение оружия она тоже взяла. Молодец. И в результате все молодцы. А это что такое? Урон при промахе. Понятно. Так что, поехали. Да, вот это бригада уже. Бойцы молодцы. Но, кажется, менеджмент их подвел. Если сейчас в течение ближайшего самого времени не доберусь до верхнего... до верхней миссии, не отменю эту зону, не погашу, аватар. То... Забей. Ликвидируйте все силы, спасите... О, это ж террор, ё-моё. Да, его нельзя было игнорить. О-о-о-о... Сейчас будет... Будут безликие. Надо... Зря я скан не взял. Капец. Я скан не взял. Но я могу сканировать, в принципе, вокруг, Женькой. У тебя примерно два месяца. Так мы выиграем. Со второго утра я пройдем. На язычах. Креативе и бешеном микро, естественно. Сейвим. Сейчас надо Тей вообще подводить. Сейчас посмотрю на эту обилку у неё. Вот оно, кажется. Один на один. Выставь пистолет один раз по каждой видимой цели. Крестьяна должна вперёд просто бежать. Как только мы дойдём до... Ой-ой-ой-ой. Как-то хреново. Бачком, может быть? Как там, по пакам? Да, давай по правому краю будем идти просто. Оставляем мы, естественно. Естественно, оставляем нашего замечательного снайпера Павла Кузнецова. Первым идёт... Первым идёт... Аспирант. Айдя мой! Хоуэй. Подходим аккуратно, прислушиваемся. Тей подходит даже ближе, чем остальные. Что зря. Вот поэтому зря. Так, браток, браток, браток. Женьку тоже подводим. Братка бы всё-таки хотя бы за полуукрытие поставить. А то нехорошо выходит. Слушаем. Как далеко. Может реально сейчас Женьку посканить первые... Первые несколько юнитов. Потому что три мирных сразу стоит. И это реальная проблема. То есть это уже рандом идёт, понимаете? А я не люблю рандом. Подходим. Не спорил? Давай протокол сканирования. Ну? Нет, всё. Все нормальные. Да уж. Попал. Они нормальные. Прямо по курсу враги. Далековато ведь. Это что? Кто это так его? Мы-то не эти стреляли. Там какая-то дичь вообще. Там просто какая-то дичь. Я так думаю. Почему я так далеко, Бэскай? Ну, наконец-то. Глорогаси. Хочу. А тут уже могут быть безлики. Близко уже. То есть уже вектор изменился. Хотя нет. Нифига он не изменился. Недалеко. Верных продолжают убивать. Время идёт. Да я понял. Вы их так поставили. Так, давайте Бэске подойдём. Что это? А, это один. Один приджонился. Один приджонился. Опа. Вот этот паразит. Не, погоди. Мы его же сканили. Мы должны были, видимо, просто остановиться на этой точке. Ну, я уже отгородил, получается. Смотрите. Раз. Два. Третьего спас. Четыре. Пять. То есть тут уже, если добегу, то будет хорошо. А я, блин, добегу ведь. Так что давай не будем суетиться и лезть. Это последняя миссия на сегодня. Ой. Ну, сейчас спак. О-о-о-о. Нифига себе. Восемь хитов сразу урон. Это милишный мутон. Браток. Шесть урона. Капец. Нифига себе хп. О-о-о-о. О-о-о-о. Там 30 где-то хп. В ярости. Такой бычара. Че ты. Че ты. Че ты. Ну давай, ну давай ход твой. Этот милишный мечник. А, двоих там. Похоже на сектоида здесь. Ну хорошо. Цветошум? Скорее всего. О, у нас тут укрытия нет. У нас сгорели шины. Покрышки сожгли. И я, кажется, подгорел. Смотрите, тейкай. Блин, бесс это так не в тему вообще. Стоишь. Я предлагаю кайтить просто. Горит, горит. Да, Светошумы, братка. Класс. А че ты не можешь Овервот что-то сделать, слышишь? Из-за того, что горит, наверное. Из-за того, что бы отступить. Реально, не может он ничего сделать. Ну, постреляй, хорошо. Молодец. Ладно, ждем, но уверен. Там, правда, мирный. Я их подставляю. Капец как. Еще один пак выходит слева. Мэг, кажется. Что это за... Это что-то новое. Мутон думает. Мутон думает. Ну. Как-то странно, тут пятых. Что за баги. Что-то делает еще там. Да какое? Ребята, Овервотчи, где? Они охренели ли вы? У вас пять Овервотчей. Чего никто не стреляет? Что это такое? По фулкаверу попал. Где Овервотчи? Я не понял, что за баги. И три огонь. Капец. Это какой-то баг, на самом деле. Потому что... Ну, потому что... Все стояли на Овервотчей, никто не стрельнул на Овервотчей. Никто не стрельнул вообще. Он умер. Он должен быть умер. Давайте сделаем это. Спасаем мирного, убираем укрытие, пытаемся второго убить. Но я беспокоюсь за Т, она же горит. АХП у нее столько, что... О, а этот берсерка видит. Сто процентный. Так, 88. Разница какая? 6-8. 9-11. Меткий глаз. Как берсерк-то здесь, где берс... Как он здесь оказался? Прикол. Вот это прикол. Давай меткий глаз, 88. 12 урона. Да мы-то его развалим, просто... Давай-ка ты. Нет. Она горит. А зачем мы снайперки стреляешь? Потому что она платная. Я definitivamente получил эту. Лут упал. Это первый пак. У меня... Ранения. Выходит тресектоидом. Ох, вообще, ваншот, что ли? Капец. Не, не ваншот. Там 10 жизней. Взрыв, что ли? Еще пак. Ох. Ох, 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 ох. Блин. Взрыв, может? Тут шоу. Взрыв, может? Извините, с хрена ли три пака сразу. Тэ не под... А, потухла Тэй. Кажется, потухла. Да, потухла, слава богу, не умрет. Короче, нам нужна голограмма. Это инфа вообще соточка. Голограммы есть у Холли. Мы можем Мэка попробовать... Захватить протоколом блокировки. Но это лучше делать с Женькой. Там лут. Там лут. Там лут. Я не хочу взять лут. Поехали. Правильное укрытие пытаемся найти. Подходить вообще не стоит. Уже и так мы всех спулили. Как только можно. Ладно, допустим так, допустим так, да? Да, допустим. Это раз. Ориентировочно ставим его вот сюда, вот за полуукрытием. Все остальные должны быть за фулл кавер, для того, чтобы эта цель была наиболее приоритетным. Женька, возможно, выводит из строя Мэка. Капец. Скорее всего так, но могу не пострелять, в общем. Аспирант. Что, аспирантом сектоидов резать? Ну что, меч у него есть. Лут он прикроет. Фулл кавер вот так вот еще сделать. В аркадку пойдем. Да, давай, аспиранта. Чемпион, в общем. Поехали. Не-не-нет. Я говорю, ты... С руки бей. Вот так вот. Не можешь, да? Слушай, очень жаль. Очень жаль. Павел Кузнецов видит всех. Мутону лучше всего. 96. Но, может быть, имеет смысл сначала зарядить хэвиком. Не хочу я хэвиком отходить. Чтобы потом можно было гренку кинуть. Я могу, в принципе, подойти сюда, кинуть гренку. Тут бочка, может, взорвется. По мутону попадем. Да, давай, в атаку иди. Раз. Блин, куда я лезу? Машину заденем. Может, да ну и в атаку иди. Лучше возьмем машину, взорвем. Тогда сектоиды гарантированно гуфнем. Эта машина уже, может, того. Не, лучше мутона, ребят. Лучше мутона. Да, есть еще 10% шанс моментального убийства к мутону. Не рычи, я говорю. Узбагойзе. Так, никто не боится. Молодцы. Ну, Паш, давай. Это твой шанс. Работай. 10% должно сработать. Давай. Нет, 6 хитов просто сняли. Паша, 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 Паша. Ну, что, мы коломаем. Женькой, да? Мы коломаем. С блокировкой. Да не это уж ломать, так ломать. Надо ломать его полностью. Да, только полуукрытие, это капец, конечно. Ага, еще подгорим здесь. Отсюда, может, не увидеть его. Блин, а тут гренка, может быть. Ладно, сиди, где сидится вообще. Протокол защиты можешь сделать. Да, ведь? Можешь? Можешь. Протокол защиты на кого? Аспиранта. А вот непонятно, аспирант побежит вообще у нас ломать кабины или нет. В общем-то, с Run'n'Gun я бы побежал. Минут 10 еще. И все. Я бы по это самое... Да нет, не сюда. Ты чего? Какое? А может быть, стоит полхода пройти. А потом уже врываться. Подойти, например, на полхода сюда. Закинуть в эти гренку. Такой промежуточный ход. Ну, норм, че. Я чуть подальше. Ой, щас подгорю. Фух, нет, не успел подгореть. Отлично. Лучше так, конечно. То есть, гарантированно сектоид. На следующий ход я лечу резать их. Убиваем одного сектоида. Окей, ну. Тогда протокол-то защиты куда? Да никуда, вообще. А на иллюзию протокола защиты можно сделать? Да ладно, если можно, это будет халява. Да, можно. Чтобы она гарантированно ход про это самое пробыла. Так, и пробуем сейчас блокировать Мэка. Столько возможностей вообще, я в шоке. Там плюс 20 защиты. Смотрим, что нам стоит его вывести из строя на два хода. И что стоит взять под контроль. 30% взять под контроль. Блин, хочу, хочу. Что это вообще? Гулять-то гулять. Блин. Блин. Да, я как раз пошел рисковать, потому что все равно все очень плохо. Так, и остается Тэй. Светошумовая отсутствие в нормальной позиции. Ей нужно сокращать дистанцию, но куда бежать вообще непонятно. Хотя вот сюда неплохо. Да или сюда. Хотя поле зрения будет и здесь. Дай вот так вот попробуем. Может, светошумовую сейчас как-нибудь по-хитрому закинем, например, на мутон. О, на мутон и на этого закидываем. Так это ж шикардос. Закидываем. Better close your eyes. Бах, дезориентация. Ну, с богом, пацаны. Три бака с пулина. Работаем, работаем. Лагает. Да не, 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 ты просто поднимаешь. А, он стреляет по этому. Извини, промах протокол защиты. Следующий. Такие вы вообще не очень. Давай еще разок. Попал с критом. Капец, слышишь? Аккуратней. Стоять, бояться. Берс не надо, не надо. Нет, нет. Все. Дезориентация сработала. Мимо. Ах ты скотина. Ай-яй-яй-яй. С мечом, да? Промахнись, прошу. Не выжил мой. Сейчас еще Мэг будет ходить. Это... Это жесть. Да, там АОЕ, там выстрелы. По кому? АОЕ. Сейчас минус снайпер будет. Паша, как из Роксов, прям ливнул. Господи, что ж ты творишь? Я до конца, да, доиграю. Да я его выстою. Чего тут, проблемы какие. На самом деле, если бы Тей была, было бы хорошо. Паника, паника. А может, я тут и не выстою. Чего у нас по мутону вообще? По мели. Как вы думаете, можно ли зарезать милишного мутона? Ну, 96. Давайте попробуем. Кто же круче, аспирант или милишный мутон? Оглушение сработало на два хода. Ничего себе. Надо сейчас пацанов, которые с фланга мочить. Блин, это жесть, конечно. Что же вы не критуете-то, а? Если бы я Мэка деактивировал, все было бы хорошо. Блин. Такая грязь. Давай. Такой огромный. Неправильно сделал. Ход-то у меня был. Молодец. А все уже? Ходили? Похоже на. Давай, воскреси зомбаря, не стреляй в спину. Провалит псионическую атаку. Зомбаря поднимает. Удачи тебе. Сейчас я просто похожу, что это еще можно вытащить. В условиях отдачи Теи и паникующего братка. Сопротивляйся, Беска, не подчиняйся этому сектоиду. Зря ты так зря. Флангую сейчас аспиранто. По мирному стреляют? Это Василий. Короче, я должен сейчас пытаться, если аспирант выживет, резать верхнего, который контролит. Оу. О, это же фланг. Ой. Блин, на Iron Man это будет просто дичь. А не игра. Просто дичь. Я так буду гореть, чувствую. Нет, уже не вытащить. Нет, в теории можно. Сейчас попробуем. Чего, осталось всего четверо. Ну, ее под контролем держит, она и... Да, е-м-а-е-м. Спасаем Женьку. О, браток вернулся. У нее, правда, перезарядка. Есть светошумовая. Может, из пистоля по Берсу пострелять? Хорош. Берс сейчас просто в себя придет. В чем дело? О, браток вернулся. Ну все, и ход. Сектоид, солдат, зомбарь, мэг. И... И кто еще? Дезориентация на штурмовика. Это фланг. Из обычного, но фланг. Нехрен на себя. Хороший крит вылетел. Ооо. А че я Мэка не попробовал выключить? Ну, короче, все, это минус. Аспирали. Сейчас я попробую еще разок захватить Мэка. Если Женька выживет. Зомбарь же сейчас еще подходить будет. Да, Мэка надо было просто выключать и все. У него сейчас... Держись, Бэск. Изи. Не проблема. Четыре врага всего, ребят. Четыре врага, это не серьезно. Так, браток, браток Мэка пока откладываем. Это ерунда. Это продвинутый солдат. Вот почему у него там урон повыше был. Один ход перезарядки, блокировки. Так что Мэка мы тут не алло. Я предлагаю сектой догуфнуть просто. Для начала. Соответственно, фулл кавер. Раз. С критом пытаемся его убить. Вместе с зомбарем. Это был промах. Загорюсь, скорее всего. Нет. Только когда... Да какой... Ой, перезарядка. Что такое, блин? Что я делаю? Есть гренка у тебя. Есть гренка у тебя. Снесешь укрытие? Ты гуфнешься сам тогда. Два урона можешь нанести. Ну а толку? Ну а толку? У нас только трое осталось. Сейчас я попробую братком 69 меткий глаз сделать. Попробовать просто урон. Да, понятно. Все, пацаны. На этой ноте мы заканчиваем трансляцию. Ждите продолжения. Ситуация становится все интереснее и интереснее. Начнем. Следующий стрим. Аккурат с самого начала данной миссии. Четыре пака милишные мутоны, мэки, паки по три сектоида. Это просто жуть. Ориентировочное начало завтра вечерком. Примерно в 18.00. Приходите. Будет весело. Пока. Жесть. Как она есть. Продолжение следует.